И расход энергии возрастает в 50 раз. Без активации скорости Серафима, Линь Хуан мог достичь максимум 4,000 километров, что было медленнее Грома и Кайли. Если ему нужно будет как можно быстрее добраться до удаленного места, то лучше воспользоваться монстром. Набор энергетических узоров, которые удал ему Мистер Фу, был одним из лучших среди существующих. У обычного узора было только одно ускорение и лишь некоторые имели два, и могли достигать 2,5 маха. Скорость полета не сильно изменится для уровня священного пламени, если узоры заменить, но по достижению бессмертия скорость может быть на 30-40% выше. Теперь, когда я научился летать, следующие два дня я потрачу на ознакомление с новыми навыками монстров, а затем отправлюсь в опасную зону в эти выходные, чтобы закончить свои дела. Линь Хуан взглянул на календарь в кольце сердца империи. Сегодня была среда и он не мог уйти, поскольку в пятницу у него урок. Обычно ему хватило бы двух дней, но может потребоваться больше, если произойдет непредвиденное. Линь Хуан не хотел рисковать пропустить урок, поэтому он решил потратить оставшиеся дни на ознакомление с новыми навыками и после урока в пятницу отправиться на охоту. Дни шли и наступила пятница. На этой неделе ноября должны были начаться боевые учения, но после инцидента со святыми в прошлом месяце, колледж решил повременить. Мировое правительство еще не урегулировало проблему с преступными организациями. Все первогодки посещали уроки в обычном режиме. Хоть некоторые студенты были недовольны таким раскладом, но согласились, вспомнив об ужасном инциденте. В 1.40 Линь Хуан прибыл в офис, а в 1.50 появился Цинь Тинь Синь, но Муся Лань все еще не было. Брат Цинь Мисс Му в отпуске. Посчитав ее отсутствие странным, спросил Линь Хуан. Она уволилась, покачал головой мужчина. Уволилась. Она не смогла смириться с потерей Ван Яна и с тем, что правительство до сих пор ничего не сделало со святыми. Ее это не устраивало, поэтому на прошлой неделе после занятий она уволилась. Сказала, что хочет попробовать достичь священного пламени и присоединиться к миссии по борьбе со святыми. Мы просили ее остаться, но она не послушала, поделился произошедшим Цинь Тинь Синь. Почему миссия еще не завершена? Прошло больше месяца, Линь Хуан был озадачен. В ассоциации охотников у него был лишь доступ золотого охотника, поэтому он не смог отыскать новости, предназначенные для превосходных. Однако Цинь Тинь Синь присоединился к руководству ассоциации, поэтому у него был доступ к некоторым внутренним новостям. Святые исчезли. Когда Союз прибыл в их штаб-квартиру, та была совершенно пустая и все их отделения в других цитаделях эвакуировались. К счастью, святые теперь являются всеобщими врагами. Еретики и черный рынок снабдили Союз всевозможной информацией и более 80% скрывающихся святых были захвачены. Однако, чтобы поймать всех, потребуется от 10 дней до полугода, объяснил Тинь Син. Надеюсь, у мисс Му все хорошо, покачал головой Линь Хуан и вздохнул. Помимо Цинь Тинь Сина, мисс Му тоже для него довольно близко. У них было одинаковое расписание и каждую пятницу они встречались в офисе. Линь Хуан не хотел, чтобы с этой дружелюбной и жизнерадостной девушкой случилось что-то плохое. Пора идти. Глядя на союзную армию, мисс Му присоединится к великому множеству. С ней все должно быть в порядке, не переживай, Тинь Син похлопал Линь Хуана по плечу. Цитадель 7 в 99, город Страданий. Город Страданий находился на крайнем севере 7-го дивизиона. В старые времена в этом месте содержали заключенных. Поговаривают, что однажды через этот город прошел монах и из-за разбросанных везде тел он дал ему название город Страданий. В новую эпоху, когда мировое правительство стало восстанавливать цитадель, они использовали это имя. Пять дней назад Муси Алань убила мутировавшего превосходного монстра. Тогда она достигла уровня белого священного пламени и, не дожидаясь стабилизации своего тела, она бросилась в город Страданий. На Черном рынке она узнала, что это место является одним из укрытий святых. Имея доступ золотого охотника в ассоциации, она воспользовалась эксклюзивными порталами, потратив день, сделав пересадки в нескольких цитаделей. Последующие дни она проводила большую часть своего времени на Черном рынке, добывая информацию о святых. Имея миссию от правительства, тут было много и других охотников, поэтому для своей безопасности Си Алань поселилась в отеле, полном охотников. В тот день, когда она вышла из рынка, к ней подошел мужчина в очках в золотой оправе и в белом пиджаке. Девушка, одетая в черный плащ, насторожилась. Здравствуйте, мисс Му, подойдя к ней, он улыбнулся. Вы ошиблись, холодно, ответила Си Алань. Ее лицо было скрыто под капюшоном. Не может быть, вы, Му Си Алань, преподавательница колледжа боевых охотников. Вы были влюблены в преподавателя Ван Яна, который месяц назад был убит святыми. Неделю назад вы уволилась и решили мстить собственноручно. Тепло смотрел на нее мужчина в очках. Кто вы? Му Си Алань сняла капюшон и уставилась на мужчину яркими глазами. Не переживайте, я не один из святых. Можете звать меня доктором, улыбнулся мужчина, представившись. Вы так много обо мне знаете, даже если вы не из святых. Вы скорее всего не в себе. Мне не интересно с вами разговаривать. Уходите. Му Си Алань все равно оставалась на страже. Хорошо, я расскажу вам зачем я тут. Мужчина подтолкнул очки на переносице, прежде чем продолжить. Я слышал, что Линь Хуан, ваш коллега, и что вы весьма близки. Мне кое-что от вас необходимо. Без комментариев. Му Си Алань наконец поняла, что этот мужчина тут из-за Линь Хуана. А это уже не вам решать, юная леди. Мужчина снял очки. В его левом глазу вспыхнул знак, и девушка потеряла сознание. Внезапно в руки мужчины появилась реликвия, излучающая золотое сияние, которое охватило Му Си Алань. Когда оно рассеялось, девушки нигде не было. Мужчина призвал пространственную реликвию и шагнул в нее. Когда врата закрылись, переулок Черного рынка снова затих, будто ничего и не произошло. Глава 507 на утро субботы Линь Хуан определился с чего начать. Это была зона повышенной опасности с более чем десятью монстрами уровня командира и как минимум тремя монстрами уровня вождя. Только высокоранговые люди имели смелость войти туда. Всего в 7-м дивизионе было 28 таких зон и целью Линь Хуана был монстр уровня вождя, который являлся бессмертного ранга. Сяхы, если я за убийство монстра, который на 4 ранга выше меня, получаю розыгрыш 10 карт, то получу ли я больше карт, если убью монстра еще более высокого ранга? Улыбнулся Линь Хуан, летя на громе. За разницу в 6 уровней мастер получит розыгрыш 15 тикарт. За разницу в 7 уровней мастер получит розыгрыш 20 тикарт. За разницу в 8 уровней мастер получит розыгрыш 25 тикарт. За разницу в 9 уровней мастер получит розыгрыш 30 тикарт. За разницу в 10 уровней мастер получит розыгрыш 40к карт. Превысив порог в 10 уровней, мастер получит еще 10 карт за каждый уровень. Теперь, когда я нахожусь на уровне Белого Священного Пламени, если я использую карту Временной Трансформации, чтобы увеличить свой ранг, и использую еще 2 карты Временного Увеличения Боевого Ранга, то смогу добраться до 2го уровня Бессмертия. Тогда для меня будет нетрудно убить Бессмертного Монстра 7го уровня, и тогда я смогу получить 50 карт, а если воспользуюсь картой Двойного Лута, то их будет 100, а если я убью 10 монстров, то это будет аж 1 000 карт. Лин Хуан сидел на спине Грома и улыбался в небо, как дурачок. Мастер слишком много думает. Награда за убийство монстра выше рангом зависит от текущего Боевого Ранга мастера. Если мастер использует карту Временного Повышения Боевого Ранга, то подсчет начнется отсюда. Результат не изменится, это будет как будто мастер убил Бессмертного 1го уровня, будучи всего лишь Белого Священного Пламени. Чтобы иметь возможность получать больше наград за убийство монстров выше ранга, мастеру необходимо думать о том, как повысить боевую мощь. Ах вот как? Эх. Лин Хуан только размечтался о том, как получит целую гору карт, как его мечта была тут же разрушена. Мастер должен перестать мечтать. Благодарю. Раз так, то я призову на помощь демонов, чтобы те помогли мне убивать монстров 2го уровня Бессмертия. Жаль, что у демонов ограниченные способности, и, если они столкнутся с монстрами 3го уровня Бессмертия, вряд ли они смогут что-то сделать. Может мне стоит попытать удачу и посмотреть, вдруг они смогут убить и таких монстров. Опять же, убийство монстров 3го уровня Бессмертия означает убийство с разницей в 6 уровней, что даст 15 карт и если удвоить, то 30. Десяток убитых монстров дадут 300 карт. Лин Хуан высчитывал, как ему получить как можно больше карт. Ее до получения новых навыков монстров, Лин Хуан мог перескочить через целый ранг, убивая противников 1го уровня Бессмертия. Теперь, имея при себе еще 5 навыков с улучшенными свойствами, он считал, что для него не составит труда убивать монстров 2го уровня Бессмертия, если ему помогут его демоны. И все же Лин Хуан хотел потратить время на изучение зоны, прежде чем начать охоту. Он хотел знать точное местоположение и способности каждого монстра ранга вождя. Хоть у него и была предварительная информация, купленная на черном рынке, большая часть из нее была добыта много лет назад. Что-то было вообще 20-летней давности и лишь немного информация являлась прошлогодней. Поскольку уже 20 лет прошло, монстры могли стать сильнее, погибнуть или просто уйти. Лин Хуан хотел подтвердить достоверность информации и прикрепить координаты следующего пункта назначения в свою реликвию. Через полтора часа гром доставил Лин Хуана к первому месту, острову Большой Дьявол. Название ему было знакомо, поскольку на экзамене Ассоциации Охотников Лин Хуан был отправлен на остров Маленький Дьявол. Между этими островами не было особой связи. Один находился на юго-востоке 7го дивизиона, а второй на юго-западе. В результате чего между ними была аж половина дивизиона. Их имена были похожи лишь потому, что оба острова имели форму морды дьявола и они были разных размеров. Впрочем, острова также имели схожую экосистему и на них обитали демоны. Конечно же, остров Большой Дьявол был зоной повышенной опасности, что являлось несопоставимо с Дикой Зоной 4го уровня Острова Маленький Дьявол. Из информации, полученной Лин Хуаном, там находилось два монстра 2го уровня Бессмертия, один монстр 4го и один 7го. Там также водились сотни монстров уровня командира, однако эта статистика была 11 летней давности. Изначально Лин Хуан шел сюда для получения награды за убийство монстра 7го уровня Бессмертия, но теперь, вооружившись знаниями от Сиахая, он изменил свои планы, нацелившись на двух монстров 2го уровня Бессмертия. Около 9 утра гром приземлился на пляже острова. Лин Хуан спустился на песок и призвал Блади. Блади, проверь где находятся монстры уровня вождя и какие у них ранги, сказал Лин Хуан. От Блади оторвались фиолетовые сгустки, разлетевшиеся во все стороны. Через 20 минут паразит заговорил. Тут только три монстра уровня вождя. Один 2го уровня, другой 3го и третий 4го. Они в разных частях острова, Блади отметил эти места на карте Лин Хуана. Монстра 2го уровня Бессмертия паразит отметил красной точкой, а двух других – белыми. Только три? Да. За 11 лет многое изменилось, вздохнул Лин Хуан. Я паразитировал на одном из монстров уровня Синего Священного Пламени. Согласно его воспоминаниям, кто-то был здесь три года назад. Этот кто-то убил троих самых могущественных монстров на этом острове, объяснил Блади. Вот как? Кивнул Лин Хуан и похлопал грома по спине. Полетели в то место, которое помечено красным. Через полчаса Лин Хуан уже стоял в 50 километрах от монстра 2го уровня Бессмертия. Монстры этого ранга имели более развитые чувства, в сравнении с уровнем Священного Пламени. Они могли засечь противника на расстоянии десятков километров. Для Лин Хуана было рискованно находиться ближе, ведь монстр может напасть. Его план был не драться с монстром сразу же, а записать его координаты. У него было ограниченное количество карт двойного лута. Их не хватит, если Лин Хуан станет использовать одну на одну убийство. Естественный способ совершить десяток убийств с использованием всего одной карты, это закрепить в реликвии координаты. Сделав это, Лин Хуан ухмыльнулся в сторону, где находился нужный ему монстр. Я убью каждого из вас, вот только сначала внесу ваши координаты в реликвию. Глава 508 в 7м дивизионе. В общей сложности было 28 зон повышенной опасности. Три дня Лин Хуан провел, посетив 23 из них и отметив местонахождение 10 монстров 2го уровня бессмертия. Это показало, что вся информация, не считая прошлогодней, не оказалась правдивой. Информация же 20-летней давности была настолько неточна, что Лин Хуан вообще пожалел, что заплатил за нее. Дерьмо, хоть его и не обманули. Поскольку дата была указана на верхней части документа, он все равно был недоволен. Ну да ладно, я продам собранную информацию, когда закончу с зачистками зон. Мировое правительство и Ассоциации охотников каждые три года проверяют зоны повышенной опасности, однако результаты недоступны общественности. Информация была конфиденциальна и только основные члены организации имели к ней доступ. С тех пор, как Лин Хуан достиг уровня священного пламени, он ясно осознал важность вступления в организацию. Ресурсы не были решающим фактором, так как он мог сам их добыть. Важна была информация. В этом мире, большая часть информации контролировалась организациями, члены которых имели к ней доступ, а остальные, которые были сами по себе, должны были тратить деньги на черном рынке. Кроме того, даже так некоторая информация все равно была недоступна для покупки. Если бы Лин Хуан был одним из руководителей Ассоциации охотников, он мог бы получить информацию о зонах повышенной опасности, не тратя на нее целое состояние. Также он понятия не имел о прогрессе между союзом и святыми, но благо Цинь Тинь Син, который имеет необходимый доступ, предоставил эту информацию совершенно бесплатно. Закончу с делами и подумаю, как добыть ту информацию, встряхнул головой Лин Хуан, выбрасывая ненужные мысли из головы. Он толкнул врата пространственной реликвии и вернулся на остров Большой Дьявол. Лин Хуан поднялся в небо и взглянул на свою первую цель, которая находилась от него в десятках километров. Это был дважды мутировавший гигант, черный змей. Он был как минимум в 2000 метров длинной и с черными металлическими чешуйками, ярко переливающимися под солнечным светом. Монстр лежал возле огромного озера и был похож на черную гору. Когда Лин Хуан смотрел на него, казалось, будто его кто-то изучает. Он меня обнаружил. Какое же тонкое у него чутье. Лин Хуан не ожидал, что еще на стадии наблюдения его заметит. Впрочем, он не возражал. Ну раз меня нашли, пора действовать. Лин Хуан ухмыльнулся и раздавил карту двойного лута, также призывая и тройку демонов. Активировав двойное ускорение, он ринулся к монстру. В воздухе появился белый конус пара и вскоре раздался взрыв. Лин Хуан менее чем за минуту преодолел 50 километров и ощутился перед змеем. Ощутив, что человек настроен враждебно, монстр не раздумывая атаковал. Из широко распахнутой пасти в сторону Лин Хуана вырвалось черное пламя, похожее на драконье. Это черное пламя, ядовитая атака с атрибутом воды и огня. Она карразийная, способная разъесть даже кожу бессмертного. Вы можете погибнуть, предупредил прятавшийся в рукаве Лин Хуана Блади. Вам нужно убить его прямо сейчас. Если ему удастся выплюнуть слишком много ядовитого пламени, оно оберется в озеро и тогда монстр сможет провести особую атаку. Из ядовитого озера полезут бесчисленные щупальца, и мы проиграем. Лин Хуан немного сместился в сторону, чтобы уклониться. Поскольку атака не попала, пламя просто обрушилось на землю, отчего там появилась целая ядовитая река. Глядя на это, Лин Хуан должен был признать, что Блади прав. Хитрая штука. Лин Хуан достал свою высшую реликвию и наполнил ее силой жизни. Я думал, ты какой-то могущественный человек, а ты просто ребенок белого пламени. Четыре глаза змея сфокусировались на Лин Хуане. Не стоит меня недооценивать, ты еще пожалеешь об этом, улыбнулся Лин Хуан. Когда он это сказал, троица демонов появились рядом. Так ты, приручитель, неудивительно, что тебе хватило дерзости бросить мне вызов. Три демона, Хэм, я бы начал переживать, если бы они были уровня бессмертия, но они всего лишь золотого пламени. Просто еда для меня. Затем черный змей выплюнул пламя, которое полностью охватило его противников. Пламя было подобно массивной океанской волне. И это все, люди, такие слабые существа. Змей прекратил выдыхать пламя и когда оно погасло, в воздухе осталось висеть черная сфера. У тебя что, больше никаких умений нет? Сфера исчезла и открыла миру Лин Хуана и трех демонов. Я хотел сразиться с тобой, а у тебя, оказывает, есть только одна унылая техника. Лин Хуан поковырялся в ухе, показывая, что ему скучно. Человеческое дитя, все зависит от того, заслуживаешь ли ты увидеть мои остальные техники. Если ты думаешь, что твои психологические атаки заставят меня сменить тактику, смею тебя огорчить. Змею хмыльнулся совсем как человек. Психологические атаки? Вот завернул же. Я просто подумал, что ты отвратителен. Брызжа тут своей слюной налево и направо. У нас тебя за такое давно бы оштрафовали, поддразнил Лин Хуан. Да как ты смеешь? Змей снова плюнул пламенем, и четверка бросилась в разные стороны. Эй, плеваться в людей, некрасиво. Тебя что, мама не научила этому? В том месте, где падало пламя, земля чернела. Пошел к черту. Змей продолжил плеваться. Эй, черный змей, я сейчас разозлюсь, если ты еще хоть раз плюнешь. Аура Лин Хуана начала расти. Сдохни. Закричал змей и широко распахнул пасть. Внезапно под его ртом появилась тень. Удар был нанесен прямо в челюсть, отчего пасть с громким щелчком захлопнулась. Следом, прямо из ниоткуда появились черные цепи, которые подобно на морднику сковали рот змея. Лин Хуан ухмыльнулся и пронзил сердце монстра. Яростные стоны и крики черного змея немедленно прекратились, а с клинка Лин Хуана на землю потекла кровь. Поздравляю. Мастер получил фрагмент карты эпического уровня. Черный змей, гигант, х2. Поздравляю. Мастер совершил убийство монстра более высокого ранга и получает розыгрыш 30 карт. Ты правда думал, что я пытался заставить тебя сменить стиль атаки? Я просто хотел отвлечь тебя, чтобы эта троица напала. Лин Хуан опустился на землю и взглянул на голову змея. Огромную, похожу на черный холм. Глава 509 Лин Хуан был бы рад затянуть бой со змеем, но, поскольку карта двойного лута действует всего час, он не мог терять время. Ему необходимо убить десятерых монстров за час, то есть это в среднем по 6 минут на каждую цель, поэтому необходимо торопиться. Дразня змея, он отвлек того, чтобы демоны могли скооперироваться. Малахитовый изверг заблокировал его атаку, а ведьма сковала пасть. Решающим ходом был навык звездного купола Лин Хуана. После интеграции многих навыков в него, купол уже было не сравнить с другими легендарными навыками. Чем больше в него интегрировали, тем сильнее он становился. Хоть купол и был далек от мифического уровня, он был куда сильнее большинства легендарных навыков клинка. Кроме того, хоть его понимание до клинка после улучшения навыков и возросло, Лин Хуан все еще был далек от 4го уровня до, но все же он стал куда сильнее, чем когда впервые достиг 3го уровня. Кроме того, Лин Хуан целился в сердце змея, самое слабое место монстра, поэтому ему и удалось убить противника один точным ударом. Если бы он ударил в другое какое-то место, то максимум он пробил бы 20 сантиметров шкуры, что являлось незначительной раной для гиганта. Но, черный змей умер до того, как успел показать свое могущество. Весь процесс занял менее 2 х минут. Отличная командная работа. Лин Хуан показал демонам большой палец. Убрав огромную тушу змея, он призвал пространственную реликвию. Вторая его цель находилась в другой опасной зоне, под названием Таинственная цветная пустыня. Это была огромная, уникальная пустыня, которая меняла цвет согласно погоде. С утра до ночи пустыня успевала сменить около 30 разных оттенков и различные ее области имеют разные цвета, поскольку погода и температура там отличаются. Цвета также меняются с дождем, ветром или снегом. Это было прекрасное зрелище, но данная территория таила в себе огромную опасность. Блоди обыскал местность и обнаружил 8 монстров уровня вождя. Самым могущественным был монстр 9го уровня бессмертия. Однако, целью Лин Хуана стала чародейка Арахнид, 2го уровня бессмертия. Данный вид Арахнидов имел человеческий верх и паучий низ. Изменения начинались в области талии, поэтому данный монстр выглядел как персонаж из манги про девушек монстров. Однако эти Арахниды далеко не такие милые. Чародейка была более 3 метров ростом, а нижняя, паучья часть, более 2 метров в длину. Пушистый живот и 8 лап были ужасны, а от самого монстра исходила холодная аура. Грудь чародейки навскидку являлась 5го размера и была обнажена. На самом деле существует не только самки чародеек, но и красивые самцы. Причина, по которой люди практически не встречают самцов заключается в том, что, когда те становятся взрослыми, у них начинается сезон спаривания. В это время они впадают в бешенство, которое может длиться от 3 до 10 дней. В период спаривания они не отдыхают, не едят и не спят, поэтому по окончанию самцы слабые самки пользуются возможностью, чтобы размазжить голову партнера и медленного того съесть. Любовь чародеек Арахнидов была простой, я люблю тебя, поэтому я тебя съем. Согласно статистике, сделанной людьми, одна самка чародейки за свою жизнь может съесть до 10 самцов. Чем больше они едят, тем сильнее становится. Иногда чародейки могут достичь даже уровня императора, просто пожирая самцов чародея. Целью Линь Хуана была чародейка 2го уровня бессмертия. Согласно ее боевому рангу, она съела как минимум 2-3 самцов. Пройдя сквозь пространственную реликвию, Линь Хуан со своими монстрами оказался в таинственной цветной пустыне. Хоть это и не был первый раз, когда Линь Хуан вступил в эту зону, он все равно пребывал в восторге от вида. Неважно, под каким углом сделать фотографию, ее все равно можно использовать в качестве заставки. Как будет время, приведу сюда синер на пикник. Она точно полюбит это место. Линь Хуан взглянул, в какой стороне находится чародейка, прежде чем поспешить к ней, а демоны последовали за хозяином. Не прошло и минуты, как Линь Хуан преодолел десятки километров и очутился в оазисе, где находилась чародейка. Монстр спал в своей паутине и как только Линь Хуан вторгся в оазис, он открыл глаза. Добыча. Блади. Где она? Тихо спросил Линь Хуан. Он стоял в том месте, который Блади отметил еще три дня назад, но не видел никаких паукообразных. Нам не нужно ее искать. Она уже знает, что мы тут и скоро сама придет. В этот раз Блади не использовал свои семена, поскольку был хорошо знаком с поведением чародейки. Вибрация паутины отметила наше положение, как только мы вошли в оазис. Она уже в пути. Линь Хуан кивнул и стал терпеливо ожидать. Внезапно в его территорию проникло что-то белое. Нечто откуда-то сзади летело ему в голову, но Линь Хуан ловко уклонился. Белая вспышка прошла мимо, пробив десяток деревьев. Линь Хуан обернулся и увидел чародейку. Паучиха склонила на бок голову, с большим интересом глядя на человека. Верхняя часть ее тела была голой. Это определенно сводило бы мужчин с ума, и их носы не прекращали бы кровоточить. Ее длинные волосы едва покрывали грудь, что делало ее еще более очаровательной. Но самое привлекательное в ней – идеальное лицо. С человеческой точки зрения она была богиней. Однако, нижняя часть тела чародейки была просто ужасной. На темно-коричневом паучьем животе находились желтые пятна, из которых торчали острые шипы, а восемь желтовато-черных лапок были похожи на оружие. Ау, человек. Давно я не ела человеческую плоть. Чародейка обольстительно облизала кроваво-красные губы. Глава 510. И почему все монстры так любят человечинку? Подумал Линь Хуан, поскольку не впервые слышал об этом. Впрочем, подумав, он сошелся на том, что это схожий на любовь людей к мясу свиномонстра. Это просто вопрос предпочтений. Услышав грохот сзади, Линь Хуан обернулся и увидел, как десяток деревьев разлетелись в щепки и все облепило паутиной. После того, как шелковый кокон взрывается, паутина покрывает область до сотни метров. Ее паутина по мощности как реликвия. Она липкая и будет сильно замедлять вас. Чем больше паутина покроет поле битвы, тем больше у нее будет преимущества, напомнил Бладе. «Человечек, ты выглядишь так вкусно, я как следует наслажусь тобой», – прохрипела чародейка. Опять кинувшись на Линь Хуана. Снова сверкнуло белое свечение, но в этот раз оно было направлено не только в Линь Хуана, но и во все стороны. «О, нет, я снова промахнулась», – наигранно пожаловалась чародейка. В этот раз Линь Хуан не стал уклоняться. Громовое жало тело Линь Хуана превратилось в белую молнию, а его клинок окружили электрические разряды. Он даже двигался со скоростью молнии и взмахнув оружием, Линь Хуан вознамерился уничтожить каждый кокон. Увидев это, чародейка была шокирована. «Думаешь, я не понимаю, что ты задумала?» Линь Хуан прыгнул в воздух и бросился к чародейке. ХМПФ Арахниту смехнулась и выплюнула белый туман, который казался безобидным, но двигался к Линь Хуану в угрожающе быстром темпе. «Будьте осторожны, ядовитый туман может проникать сквозь кожу и вызывать галлюцинации», — сказал Блади. «Случись это раньше, это стало бы проблемой», — ухмыльнулся Линь Хуан и махнул левой рукой. Подул сильный ветер и белый туман вернулся в том направлении, откуда пришел, охватив чародейку. «Телекинез», — воскликнула паучиха. Хоть туман и не действовал на чародейку, он закрыл большую часть ее обзора. Внезапно из этого тумана появился Линь Хуан и рубанул арахнитку по поясу. Хоть она и была горячей штучкой, Линь Хуан не планировал жалеть своего противника. Чародейка не могла избежать атаки, поэтому открыла свой милый ротик и выплюнула шелк. Пряди шелка развернулись в огромную паутину, летящую в Линь Хуана, как два пальца об асфальт. Крикнул Линь Хуан и еще раз взмахнул клинком, разрезая паутину, после чего снова замахнулся на паучиху. На его клинке танцевали электрические дуги, искривляя пространство, по которому проходил клинок. Чародейке удалось выиграть немного времени, поэтому она успела поднять две передние лапы и оттолкнуть клинок Линь Хуана. От столкновения прогремел взрыв, и ударная волна распространилась на несколько километров. В этом районе образовался огромный кратер, уничтоживший всю растительность. Даже троица демонов, которые только что прибыли, были вынуждены уклоняться от взрыва. Это все произошло за миг и тень отскочила в сторону. Сила атаки Линь Хуана достигла уровня бессмертия и разрушения были огромны. Если бы он сражался у цитадели, то нанес бы ей катастрофический урон. Поэтому мировое правительство контролировало количество людей уровня бессмертия и выше в цитадели хаев-классов. Хоть Линь Хуану и удалось откинуть чародейку на десятки тысяч метров, он знал, что атака не нанесла ей особого вреда. Большая часть урона была заблокирована передними лапами. Арахнитка не сильнее черного змея, которого он убил несколько минут назад. Силой, защитой или телосложением она уступала ему. Ей удалось защититься только потому, что она видела атаку. Линь Хуан оттолкнулся и вмиг очутился перед паучихой. Громовое жало вызвало легкое анимение ее тела. Не колеблись, Линь Хуан высоко занес свой клинок и спокойно взглянул на противника взглядом, как будто намеревался зарезать свиномонстра. Его сила жизни наполнила клинок, отчего тот стал на полфута длиннее. Звездный купол тихо прошептал Линь Хуан, сверху вниз рубанув клинком, от которого в воздухе остались трещащие черные электрические дуги. Чародейка почуяла смерть, исходящую от клинка. Хоть тело ее и анимело, угроза смерти заставила ее выплюнуть бесчисленное количество паутин. Однако это не остановило клинок. Он уничтожил всю паутин на своем пути. Сопротивление чародейки было излишне. Неид раздался жалостливый стон, эхом разнесшийся по округе. Клинок разрезал паучиху пополам, оставив 30-километровый след позади нее. Даже Линь Хуан был шокирован тем, что сделал. Я правда стал таким сильным? Он недоверчиво посмотрел на свой клинок. Когда сияние сошло, можно было разглядеть, что клинок был наполовину черный, наполовину серебряный, а с его кончика капала пурпурная кровь. Хэм, но мне все еще трудно в одиночку убить бессмертного 2го уровня. Глава 511. Поздравляю, мастер совершил убийство монстра более высокого ранга и получил розыгрыш 30 карт. Услышав уведомление, Линь Хуан взглянул на время. Это заняло 5 минут. Учитывая прогресс, у меня достаточно времени. И, кажется, мне нужна помощь, нахмурился Линь Хуан. Бой начался один на один и поскольку они столкнулись, троица демонов не смогла подступиться, чтобы помочь. Поэтому, на этот бой ушло чуть больше времени, чем на предыдущий. Если бы он не использовал громовое жало на чародейке, битва не закончилась бы так легко. Обдумав полученный опыт, Линь Хуан молча убрал клинок и труп чародейки, призвав пространственные врата. Идем. Махнул он трем демоном и шагнул в портал. Убив двух монстров 2го уровня бессмертия, Линь Хуан приблизительно понял на что те способны. С помощью знаний Бладе о слабостях и способностях монстров, а также с поддержкой демонов, Линь Хуан сумел убить 7 монстров менее чем за полчаса. Осталось 23 минуты. Мы должны успеть всех убить. С каждой битвой Линь Хуан приходил все в больший восторг. Снова войдя в пространственные врата, они оказались на острове Загадка. На нем водилось много странных и неизвестных монстров, которых не было в энциклопедии. Некоторые из них трансформировались из других типов монстров этого острова. Целью Линь Хуана была неизвестная обезьяна. Хоть Бладей не мог определить тип этого монстра, он все еще мог использовать его для паразитирования. Именно Сяхэй предложил сделать этот остров конечным пунктом назначения. Причиной было наличие множества странных монстров, которые он хотел исследовать. Поскольку Линь Хуан уже выполнил свое задание, ему все еще нужно убивать монстров, чтобы получить больше силы жизни для пламени. Эта обезьяна похожа на могучего примата из древней эпохи. Могучий примат был древним, трижды мутировавшим чудовищем с ужасающими способностями. Немногие монстры того же уровня могли с ним сразиться. Однако, согласно энциклопедии, у могучего примата есть три ветви потомства и ни одна из них не выглядит как их прародитель, сказал Бладей. Колеблись добавил. Есть еще кое-что, в чем я не уверен, поэтому не знаю, стоит ли об этом говорить. Мне можешь рассказывать все, кивнул Линь Хуан. Эта обезьяна вызывает у меня странное чувство, описать которое я не в силах. На самом деле, с самого первого нашего прибытия сюда, еще несколько дней назад, все монстры на этом острове вызывали и вызывают у меня это неприятное чувство, сказал Бладе. Серьезно? Линь Хуану показалось это странным. Этот остров мне немного знаком. Кажется, будто я тут бывал раньше, сказал Имп, стоящий возле Линь Хуана. У меня тоже такое чувство, как будто я тут уже бывала, когда Линь Хуан пребывал в шоке после слов Импа. К разговору присоединилась ведьма. И у меня кивнул в знак согласия изверг. Это было еще до того, как вы стали моими фамильярами. Линь Хуан посчитал, что это не может быть совпадением, поскольку все трое разделяли одно и то же чувство. Я так думаю, но моя память размыта. Это место кажется знакомым, если осмотреться, ответил Имп. Сяхы, карты монстров сохраняют свои воспоминания того времени, когда были живы. Линь Хуан тайно связался с системой. Это имеет отношение к формированию карт монстра. У мастера есть необходимые полномочия, он уверен, что хочет узнать это. Да, формирование карты монстра, это разрушение плоти и души мертвого монстра и превращение этого всего в частицы, из которых можно создать карту. Если выражаться на знакомом мастеру языке, то это похоже на трехмерное существо, помещенное в компьютерную базу. Проще говоря, мастер это трехмерный человек, а я, компьютер, которым пользуется мастер, карты же это данные в компьютере. Если это так, то как карта монстра появляется в телесном мире? На земле, данные компьютера невозможно преобразовать обратно в трехмерное существо. Хоть Линь Хуан и понимал, о чем говорить Сяхы, все же у него появлялось много вопросов. Это из-за моего существования. Я позволяю данным смешиваться с реальностью. Линь Хуан на миг замолчал, прежде чем кивнуть. Теперь я понимаю. Это означает, что все карты монстра сохраняют свои воспоминания, когда монстр превращается в карту. Вся информация в его голове, даже информация, которая унаследована генетически, полностью копируется. Чтобы избежать неприятностей, я классифицировал их воспоминания и некоторые были запечатаны. Однако, чтобы сохранялся характер и интеллект, эти воспоминания запечатаны не полностью. Поэтому монстры могут ощущать смутное знакомство с некоторыми местами или инцидентами. Тогда что случилось с Верховным Владыкой, которому удалось вырваться из карты? Спросил Линь Хуан. Поскольку у мастера нет достаточных полномочий, мастер может запечатать живое существо лишь в форму полукарты. Как только боевой ранг превысит полномочия мастера, я не смогу больше подавлять карту и живое существо сбежит обратно в мир. Мастер – мой источник силы. Чем выше полномочия мастера, тем сильнее я. До того, как мастер достиг уровня священного пламени, моя сила была ограничена, и я не мог управлять картами легендарного уровня. Вот почему с достижением превосходства мастеру стали доступны легендарные карты. Верховный Владыка на тот момент был в состоянии полукарты, я мог запечатать его силу, но не материальную его часть. Именно так ему и удалось вырваться. На самом деле, пока у мастера достаточно полномочий, чтобы снабжать меня силой, я могу не только монстров, но и целый мир обратить в карту. Сказанное Сиахоим озадачило Линьхуана. Если у него будет достаточно сил, он сможет весь мир превратить в карту. Глава 512. После этого разговора с Сиахоим, Линьхуан лучше понял свое благословение. Он и не знал, что Сиахоим силен настолько, что может контролировать целый мир. Придя в себя, он вспомнил, что хотел спросить. Значит, ты имеешь в виду, что троица демонов была тут раньше, раз это место кажется им знакомым. Да, другого разумного объяснения нет. Было бы совпадением, если чувство дежавю ощутил один демон, но их трое. Разве ты не видел раньше эту часть их памяти? Линьхуану это объяснение показалось странным. Когда я трансформировал их в карты, я заметил, что информация в их телах довольно беспорядочна. Некоторые воспоминания были ранее стерты. Когда я организовывал их воспоминания, я не нашел ничего связанного с этой местностью. Также я понятия не имею, что именно было стерто. Впервые я увидел их на тайном аукционе. Их привел пурпурный ворон. Если они были тут раньше, то может ли это означать, что на этом острове находится одна из бас ворона? Нахмурился Линьхуан, потому что ни одна из его встреч с пурпурным вороном не была хорошей. Вполне возможно. Мастер помнит, как я говорил о том, что троица демонов была искусственно модифицирована людьми. Помню. Они выглядели весьма свирепо. Я тогда еще сам спросил, что с ними случилось. Из наблюдательной системы семян Бладе, я узнал, что подобная аура исходит от существ на этом острове. Та самая аура, которая была у демонов до того, как они стали картами. Я подозреваю, что именно на этом острове их изменили и он может представлять собой лабораторию существ. Именно поэтому я выбрал это место конечной точкой. Мне необходимо, чтобы мастер убил как можно больше монстров на этом острове, чтобы я мог проанализировать их модификации. Теперь я понял, кивнул Линьхуан. Даже если это место принадлежит пурпурному ворону, Линьхуан совсем не против разворотить тут все. А если это не так, то это будет идеальным место для охоты и разжига пламени жизни. Погнали. Махнул он рукой демоном. Пока ничего не предпринимайте, дайте мне попробовать самому его убить, добавил Линьхуан и немедленно активировал двойное ускорение, направившись в сторону примата. Ему потребовалось лишь мгновение, чтобы добраться до цели. Примат был около 200 метров в высоту, и хоть это было несравнимо с черным змеем, с которым он столкнулся раньше, его аура была только сильнее. У примата была зеленая шерсть и три головы, каждая из которых имела по шесть глаз и по пасти, полной острых зубов. Поскольку эти зубы были слишком огромны, он не мог полностью закрыть рта. Шесть передних лап монстра были намного мускулистее и шире задних. Было очевидно, что сила верхней части тела просто ужасающа. Что до ладони этого монстра, то они были не меньше его же лица. Спереди, от шеи до самого пояса, на нем шли золотые чешуйки, а на спине от шеи до самого хвоста пускалась металлическая золотая броня. Она не только покрывала две трети его спины, но даже хвост, кончик которого был похож на позолоченную иглу. Несмотря на то, что задние лапы примата намного тоньше его передних конечностей, они все равно куда крепче, чем у остальных монстров подобного вида. Черные ступни при ходьбе создавали странный хрустящий звук, будто монстр ходит по хрустящему снегу. Это был звук камней, превращающихся в пыль. Там, где ступала лапа монстра, оставались глубокие следы. Монстр силового типа с мощной защитой, осмотрев его, определился Линь Хуан. Единственная слабость – его бока, но их прикрывают две головы и четыре руки. Это будет сложно. Как только Линь Хуан осмотрел монстра, тот заметил присутствие человека. Все три головы повернулись к нему и 18 белых глаз, казалось, они были совсем без зрачков, уставились на парня. Как только взгляд сфокусировался на Линь Хуане, примату было плевать, друг он или враг. Он бросился в бой. Прямая атака, кажется, у него есть только боевые инстинкты, сказал Блади. Отлично. Линь Хуан достал клинок и, активировав скорость Серафима и громовые шаги, ринулся навстречу. Громовое жало. Белые искры ярко засияли на клинке, а электрические дуги заполонили воздух. Комбинация скорости Серафима, громовых шагов и громового жала была настолько быстрой, что сам Линь Хуан выглядел как промелькнувший заряд молнии. Сияние устремилось к примату, который в это время направлялся к Линь Хуану. Монстр взмахнул мускулистой рукой и раздался оглушительный взрыв, породивший мощный порыв ветра. Этот звук не был похож на раскат грома, это скорее звук взрыва ядерной бомбы. Зеленые и белые ударные волны взмыли в небо в центре столкновения. Круги энергетических волн колыхали воздух. Территория в пределах 78,5 квадратных километров была полностью разрушена. Столкновение продлилось менее двух секунд, прежде чем один из силуэтов отлетел. Оставшимся на месте был примат. Такая мощь, воскликнул Линь Хуан. Хоть монстр и был только 2го уровня бессмертия, его сила превышала даже 3 и краткое уровень и практически равнялась 5му. Глядя на свою деформированную правую руку, Линь Хуан мог сказать, что от этого столкновения, каждая его косточка была сломана. К счастью, он мгновенно исцелился, благодаря демонической регенерации, которую он недавно получил. В считанные секунды его сломанные кости срослись, и поломанная рука казалась лишь сном. Кажется, громовое жало на него не подействовало. Мрачно взглянул на монстра Линь Хуан. Нужно попробовать что-то другое. Глава 513. После этой одной атаки, Линь Хуан понял, что примат оказался намного сильнее, чем он предполагал. К счастью, раненая рука мигом зажила, благодаря демонической регенерации. Примат снова бросился в атаку, и каждый его шаг приближал монстра на тысячу метров к Линь Хуану. Наблюдая за противником, Линь Хуан кажется что-то понял. Вот оно. Большинство приматов не только проворны, но и быстры. Однако у этого парня преимущество в силе и обороне, что значительно снизило его ловкость. Обезьяна прибыла к Линь Хуану через несколько шагов, снова замахнувшись в него кулаком. Линь Хуан уклонился громовым шагом. Пролетая, кулак просвистел в воздухе, но не попал в цель. Увидев, что противнику удалось уклониться, примат в ярости погнался за Линь Хуаном, однако скорость его не была быстрее, чем раньше. Кажется, это его максимальная скорость. Прекрасно. Ухмыльнулся Линь Хуан. Он прыгнул в воздух и бросился к примату. Когда тот снова замахнулся, Линь Хуан ловко уклонился, а его клинок покрылся белой силой жизни. Однако, контратака не нанесла вреда, она даже не смогла оставить следов на золотых чешуйках брони. Линь Хуан снова отступил. Не могу пробить его защиту. Прочность этих чешуек должна быть выше 3го уровня бессмертия, а те, что на спине, еще крепче. Сделал выводы Линь Хуан. Раздался яростный рев и обезьяна взмыла в воздух. Она была в бешенстве, поскольку постоянные атаки Линь Хуана, хоть и не пробивали броню, все равно делали примату больно. Плюс ко всему, монстр ни разу не смог попасть по своему противнику, что еще сильнее его раздражало. Похоже, он не обладает интеллектом, а полагается только на свои инстинкты. Линь Хуан взглянул на кольцо. Осталось 18 минут. Бессмысленно тратить на это время. Линь Хуан отвлекся от посторонних мыслей и с клинком в руке устремился к примату. Что происходит? Кто сражается на острове? Посуда в огромной лаборатории под островом Загадки стучала и подпрыгивала. Миниатюрный седовласый старик в белом халате раздраженно уставился на мужчину средних лет, тоже одетого в белый халат. Простите, профессор Зинь, это какой-то молодой парень вторгся на остров Загадки и сейчас он сражается с трехголовым приматом, объяснил мужчина средних лет. Молодой парень заинтересовался старик Зинь. Покажи мне. Мужчина проводил профессора в комнату наблюдения. За происходящим уже много кто наблюдал, но как только появился профессор, все разошлись. Старик подошел к мониторам и нахмурился. На экране была живая трансляция того, как Линь Хуан сражается с приматом. Он так молодо выглядит. Навскидку ему и 20 еще нет. Воскликнул профессор Зинь, увидев Линь Хуана. Старик обернулся к стоящему рядом мужчине. Какой его боевой ранг? Он использует навыки белого священного пламени, но я подозреваю, что он под воздействием какой-то скрывающей ранг реликвии, предположил мужчина. Обычно, для людей невозможно сражаться с противниками более высокого ранга. Только легендарные высшие гении могут это делать. Кроме того, трехголовый примат, дважды мутировавший монстр 2го уровня бессмертия, а его сила и защита превосходят и 3-й краткий уровень. Даже человеку 2го уровня бессмертия вряд ли будет по силам с ним сражаться. Профессор Зинь продолжал смотреть бой. После нескольких неудачных попыток, Линь Хуан снова пошел в атаку, но на этот раз он целился в бока примата, поскольку те были не так защищены. Уже через минуту примат был тяжело ранен и от безысходности происходящего, он впал в безумие, став еще больше в размере. Помимо скачка силы и защиты, даже его скорость возросла. Впрочем, Линь Хуан продолжал спокойно уклоняться, а когда примат снова и снова открывал свои слабые места, он разил их клинком. Ему удалось пронзить все 18 глаз на трех головах противника и в итоге пронзить сердце, вогнав клинок монстру в бок. Весь процесс длился не больше 10 минут. Профессор не моргая смотрел на экран, он не хотел ничего упустить. «Закрой остров!» «Немедленно!» Закричал он, как только Линь Хуан убил примата. Да. Мужчина средних лет достал радиоулитку и отдал одному из отделов команду. Закрыть пространство загадки. Выполнив приказ, мужчина обернулся и спросил у старика. «Профессор, убить его? Ты идиот?» «Нет, конечно. Захватить его живьем!» Закричал профессор Зинь. «Я немедленно это организую». Мужчина оставался вежливым. «Погоди! Я хочу проверить его способности». Профессор поднял руку, чтобы остановить своего подчиненного. «Выпустите 10 низших зверей, 1го уровня бессмертия и натравите на парня. 10. Они же его разорвут». Мужчина был ошеломлен таким требованием. «Отправь кого-то проследить, чтобы его не убили. Он нужен мне живым. Конечно, я все устрою». Кивнул мужчина, развернулся и ушел. «Этот парень может оказаться легендарным высшим гением. Если я его поймаю и проведу несколько опытов, я определенно смогу создать еще более сильного монстра». В предвкушении старик смотрел на экран. «Поздравляю!» Мастер получил карту монстра эпического уровня. «Трехголовый примат. Неизвестный тип монстра. Ха-2. Поздравляю!» Мастер совершил убийство противника более высокого ранга и получает розыгрыш 30 карт. «Я получил полную карту монстра». В удивлении Линь Хуан приподнял бровь. Он совершил 10 убийств монстров высокого ранга и, к его удивлению, он дважды получил полную карту. «Я говорил мастеру, что мне нужно много модифицированных монстров для исследования. Эти два трехголовых примата – награда для мастера. К сожалению, у меня плохие новости. Пространство острова заблокировано. Глава 514. На острове кто-то есть. Первое, что пришло в голову Линь Хуана, когда он услышал отсяхые о блокировке, это пурпурный ворон. Ведь его демонов на аукцион привела именно эта организация. «Я наблюдал за островом эти дни, тут нет построек. Наверное, враг прячется где-то за пределами острова, но я уверен, что за нами следят», – проанализировал Блоди. Линь Хуан включил кольцо и обнаружил, что сигналы сети отключены. «Сигнала нет, я определенно не могу использовать реликвию». Линь Хуан призвал пространственные врата и обнаружил, что не может установить в Никс какие-либо координаты. Отозвав реликвию, он помахал трем демонам в небе. «За мной», – велел он и взмыл вверх. Через несколько секунд он поднялся на тысячи метров, но путь ему преградил прозрачный барьер. Линь Хуан вынул клинок и наполнил его силой жизни. Внезапно, прямо из ниоткуда, раздался старческий голос, эхом пронесшийся по всем уголкам острова. «Это бесполезно, парень. Никто ниже ранга императора не может сломить барьер над островом. Ты никуда не сбежишь. Просто прими свою судьбу стать моей лабораторной крыской». «За нами действительно следят», – нахмурился Линь Хуан, но не прекратил попытки. Он замахнулся клинком, используя звездный купол. Мощная отдача прошла по оружию и откинула Линь Хуана. Его как будто из пушки выстрелили прямо в землю. От падения образовался кратер в сотне метров шириной и не менее 20-30 глубиной. Тройца демонов сразу же догнали мастера и приземлились рядом с ямой. «Хозяин, вы в порядке?» – немедленно спросила ведьма. «В порядке». Линь Хуан медленно встал и сплюнул землю. Он использовал свою силу жизни, чтобы очистить тело от грязи и вылез на поверхность. «Этот щит должен быть везде вокруг острова. А раз я не могу его пробить, то слова старика о прочности были правдой. Похоже, нужно придумать другой способ побега». Линь Хуан задумчиво посмотрел в небо. «Можешь не пытаться, тебе не сбежать», – снова сказал старик. «А да, я подготовил небольшую игру специально для тебя. Надеюсь, тебе будет весело». «Небольшая игра?» – нахмурился Линь Хуан и вскоре ощутил, что является целью чего-то, что очень быстро направляется к нему. Он сразу понял, что старик подразумевал под игрой. Спустя несколько минут к нему ринулся десяток безжалостных фигур, игнорирующих демонов. Десяток монстров один го уровня бессмертия, с такой странной аурой, да еще и один уродливее другого. Линь Хуан убрал клинок в хранилище и, улыбаясь, сунул руки в карманы. Можете сами с ними разораться. Демоны были взволнованы, услышав слова Линь Хуана. Ведьма сложила руками печать и, когда монстры были на расстоянии десяти метров от Линь Хуана, пурпурные шипастые лозы, вылезшие из земли, ухватили тварей за лодыжки, постепенно опутывая и остальные части тела. Монстры вдруг стали сливового цвета, как будто их отравили. Линь Хуан знал, что это не яд. Навык назывался «Калечащая лоза» и данная лоза была зачарована. Когда кто-то контактировал с ней, скорость и сила цели падала раз в десять. Шипы этой лозы не были ядовитыми, а вызывали скорее зуд и боль. Как правило, запутаться в них означало медленную смерть, но для монстров с мощной защитой, шипы не угроза. Когда атаковала ведьма, другие демоны тоже присоединились. У них отлично была налажена командная работа. Имп воспользовался телепатией, покрыв всех четверых полем, мешающим монстрам приблизиться, а малахитовый изверг, не задумываясь кулаками, пробил животы ближайших монстров, после чего, даже не глядя на несчастных, приступил к другой паре. На когтях импа зажглось черное пламя, и он принялся безжалостно кромсать своих противников. Ведьма тоже хорошо себя зарекомендовала, она бросила червей в туши убитых извергом монстров и воскресила их. Оба монстра сразу уже ринулись в битву. Не прошло и минуты, все 10 монстров 1го уровня бессмертия были в пух и прах разбиты демонами. Но даже несмотря на то, что противники погибли, ведьма воскресила их, полностью взяв под контроль червями. Когда демоны передали накопленную силу жизни Линьхуану, он ощутил, как пламя жизни разгорается, как будто кто-то плеснул туда бензин. 10 его сгустков пламени, горящих в каждом колесе, с 30 сантиметров увеличились в размере до полтора метра. Каждое убийство добавляло почти 10 сантиметров пламени. Поскольку пламя увеличилось в размерах, Линьхуан чувствовал, что его способности стали сильнее. Жизненная сила десятка монстров 1го уровня бессмертия разожгли мое пламя еще на метр. Линьхуан думал, что убийство одного бессмертного монстра увеличит его пламя на метр, но на деле это оказалось лишь 10% от того, на что он рассчитывал. Оказывается, разжигать пламя не так-то просто. Пока Линьхуан наблюдал за пламенем, раздался голос старика. Хм, эта игра оказалась совсем несложная. Гулять, так гулять. Я хочу посмотреть, как долго ты продержишься. Подписывайтесь на меня. Он приказал и полетел прямо в небо. Глава 515. В огромной лаборатории на глубине моря, прямо под островом Загадки, сидел седовласый старик, который взволнованно наблюдал за троицей демонов на своем экране. Казалось, он совсем не расстроился, потеряв десяток своих монстров. На этот раз выпустите 50 монстров. Не поверю, что в этот раз пацан не будет драться, велел профессор Цзинь, не отрываясь от монитора. Да, мужчин. Было очевидно, что он наблюдает за каждым действием парня. Линьхуан пожал плечами и отозвал демонов, а также Блади. Остался только он один. Ты умен. Пока ты готов сотрудничать со мной, я постараюсь сохранить твое сознание и сделать тебя воистину могущественным созданием. Старик подумал, что Линьхуан полностью прекратил сопротивление. Могу я узнать, как к вам обращаться? Спросил Линьхуан, глядя в небо. Можешь звать меня профессор Цзинь. Старик даже не скрывал свою личность. Профессор Цзинь, я запомнил, ухмыльнулся Линьхуан и указал пальцем, на кончике которого стало скапливаться белосвечение, в небо. Все еще пытаешься сопротивляться? Голос профессора был наполнен сарказмом. Через несколько секунд белое сияние превратилось в сферу размером с кулак. Линьхуан щелкнул пальцами и сгусток взорвался, залив ярким светом все в радиусе нескольких километров. Сумасшедший старик, я запомню то, что сегодня произошло и однажды я вернусь, чтобы поставить точку. У меня есть дела и нет времени на игры с тобой. Всего хорошего. Посреди яркого света раздался спокойный голос Линьхуана. Он раздавил карточку и его тело превратилось в облако, исчезнувшее в земле. Когда свечение исчезло, профессор был ошеломлен, не найдя Линьхуана. Он ушел. Старик заставил всех сотрудников внимательно изучить камеры наблюдения на всем острове, но прошло полчаса и Линьхуана так не смогли найти. Поняв наконец, что парень сбежал, профессор Цзинь пришел в ярость. Мне все равно, как вы это сделаете, но вы обязаны найти этого ребенка. Глава 517. Когда профессор Цзинь заставил всех сапшарить поверхность острова в поисках Линьхуана, сам Линьхуан в это время, превратившись в призрака, погрузился под землю. Опустившись ниже, он обнаружил, что середина острова была полой и там скрывалось множество монстров, и был также выход на поверхность. Так вот откуда выпускали монстров? Линьхуан все не мог понять, откуда они брались, но теперь у него был ответ. Полость под островом была огромная, и тут находилось огромное количество всяких разных монстров и сновал какой-то персонал в белых халатах. Перед тем, как уйти, Линьхуан не удержался и облетев местность, сделал несколько снимков. Все сотрудники носят белые халаты и нет никого в форме пурпурного ворона. Разве все эти люди не из ворона? После недолгих исследований, Линьхуан начал подозревать, что это не база пурпурного ворона, поскольку он не смог найти ни одного их логотипа. При нормальных обстоятельствах, даже рядовые сотрудники имели бы эмблему ворона на своих халатах, однако, ничего такого там не было. Те люди больше походили на врачей в обычных больницах. Однако, учитывая свое положение, Линьхуан не стал зацикливаться на этом и продолжил погружение. Под островом находилось множество этажей и на каждом находились разные монстры, от одного взгляда на которых у Линьхуана стала кружиться голова. Здесь и вправду монстры 8го и 9го уровня бессмертия, чем глубже он спускался, тем сильнее там были монстры. У Линьхуана слегка расширились зрачки, когда он увидел сотни монстров этого ранга. Если бы несколько людей уровня императора взяли бы этих монстров под контроль, то легко бы смогли уничтожить цитаделя класса. Судя по всему, этих тварей создала не какая-то заурядная организация. Неужели это действительно не пурпурный ворон? Линьхуан считал, что далеко не многие организации могли сделать нечто подобное. Если это не ворон, то какая-то другая элитная преступная организация, столь же могущественная, как и вороны. Сделав несколько снимков, Линьхуан больше не стал там задерживаться. Чем больше он узнавал, тем больше понимал, что должен уйти. Погрузившись на дно острова, в обличье призрака Линьхуан достиг океана. Когда он уже собрался призвать пространственные врата, он увидел свет. Немного поколебавшись, Линьхуан поддался своему любопытству и направился к свету. Превратившись в призрака, ему не нужно было беспокоиться о давлении воды или о кислороде. Он нырнул еще на сотни метров, где свет становился все ярче. Это база. Когда он погрузился на 4000 метров вниз, Линьхуан наконец увидел источник света. Это была подземная база, накрытая прозрачным защитным куполом, изолирующим ее от океана. Глядя на пузырь, Линьхуан понял, что блокировка острова была организована людьми с этой базы. Он не стал подплывать ближе, а поскольку находился над базой, Линьхуан увидел странный логотип с чем-то похожим на столовый нож, слегка наклоненный в сторону. Столовый нож? Что это за организация? Линьхуан не мог вспомнить ни одной преступной организации с таким логотипом. Когда он находился в тренировочном лагере Пурпурного ворона, он узнал о множестве всяких организаций, но не помнил, чтобы хоть у какой-то на логотипе был столовый нож. Подплывать ближе он не стал, но сделал пару фотографий. Хоть Линьхуан и находился в форме призрака, проникнуть на базу он не мог, поскольку ее окружал защитный барьер. Сделав снимки, Линьхуан решил уходить. Отплыв от острова на определенное расстояние, он призвал реликвию и ушел. Тем временем, в диспетчерской под океаном, группа сотрудников усердно работала. Седоволосый профессор Цзинь выглядел расстроенным, потому что Линьхуана нигде не было видно. Профессор, мы осмотрели весь остров, но нигде не можем его найти. Судя по всему, он сбежал, сказал мужчина средних лет, стоящий рядом. Как это возможно? Разве остров не заблокирован? Куда он мог сбежать? Профессор не мог с этим смириться. Это нетрудно сделать, если у него есть высшая спасательная реликвия, спокойно объяснил мужчина. Помимо реликвии, если он обладает навыками земного атрибута или способностями проникновения, то мог сбежать сквозь землю. Остров слишком большой. Блокировка пространства в основном рассчитана на поверхности, почти не работает внизу. Прошло уже больше часа. Неважно, что он использовал, времени для активации пространственной реликвии было достаточно. Вы все бесполезны. Профессор понял, что мужчина говорит правду, а посему разозлился. Если нечто подобное снова произойдет, готовьтесь стать кормом для монстров. От этих слов сотрудников пробил холодный пот. Вот у вас есть 24 часа, чтобы узнать, кто этот пацан. Взревев, профессор Цзинь выскочив из помещения. Успешно сбежав, Лин Хуан вернулся в домику на территории колледжа. Не теряя времени, он позвонил мистеру Фу. Рассказывая о произошедшем, он также отправил сделанные им фотографии. Мастер, чьей организации этот логотип с ножом. По выражению лица мистера Фу, Лин Хуан понял, что тому организация была знакома. Столовый нож. Это скальпель. Фыркнул мистер Фу, прежде чем начать рассказ. Эта организация называется Мастерская Скорбора, или, по крайней мере, так она называлась 200 лет назад. Не уверен, что сейчас она называет также основатель этой организации, сумасшедший старик. Он очень влиятельный и является одним из моих старых противников. Когда-то я сильно потрепал его и думал, что он уже мертв, но, кажется, все еще жив. Вы имеете в виду профессора Цзинь? Спросил Лин Хуан. Нет, Цзинь это его ученик. У него было их два, но первого я убил, а Цзинь второй не уверен, есть ли у него сейчас новые ученики. Видно мистера Фу это не особо заботило. Мне плевать, чем они там занимаются, но они не посмеют тебя тронуть, так что не беспокойся. Особенно Цзинь он будет рад, что не успел ничего с тобой сделать, когда узнает, кто ты. Ученик мистера Фу, глядя на информацию о Лин Хуане, профессор Цзинь побледнел и сердце его начало бешено колотиться. Стоящий рядом мужчина не заметил этой реакции и продолжал смотреть на экран. Этот Лин Хуан работает в колледже боевых охотников. Должен ли я отправить кого-то за ним? Это конец. Никто не тронет этого Лин Хуана. Профессор еще сильнее расстроился, услышав слова мужчины. Но вы же сказали, человек не понимал реакции профессора Цзинь. Плевать, что я раньше сказал. Все, что было раньше, сейчас уже не важно. Главное запомните, что я вам сейчас скажу. Лин Хуан никогда не был на этом острове и у нас никогда не было с ним конфликтов. Старик с серьезным лицом окинул присутствующих взглядом. Все сотрудники немедленно кивнули, запоминая это имя. Они не понимали, как какой-то ребенок смог так напугать профессора. Выйдя из комнаты, Цзинь направился в туалет и, закрыв за собой дверь, прислонился к ней и тяжело вздохнул. Переведя дух, он умылся. Он едва не намочил штаны, увидев фотографию мистера Фу, хоть на ней тот имел весьма доброе выражение лица. Старик все еще помнил, каким страшным может быть мистер Фу. Глава 518. Мастерская Скорбора. Мощная организация, которая была основана в былые времена. В основном они исследовали генетику, где вначале были нацелены на генетические эликсиры, но втайне также работали над генетическими модификациями и созданием искусственных людей. Позже, с наступлением новой эры, организация начала исследование монстров и их модификацию. Они объединили генетику монстров и людей, чтобы создать модифицированных людей. Владельцем Скорбора был Синан, который являлся не только влиятельным человеком, но и гениальным ученым, который поддерживал эволюцию человека. Он сказал, что новая эра – это мир новых людей. Те, кто откажутся быть модифицированными, умрут вместе с историей. Основную информацию о них Линь Хуан получил от мистера Фу. Хоть его мастер знал только то, что их штаб-квартира 200 лет назад находилась во 2М-дивизионе, он понятия не имел, где она может быть сейчас. Однако он велел Линь Хуану не переживать по этому поводу, поскольку мастерская не представляет для него угрозы. Похоже, что мастерская Скорбора продала трех демонов пурпурному ворону, или это было какое-то сотрудничество, предположил Линь Хуан, учтя слова мистера Фу. Мастерская Скорбора занималась модификациями и многие преступные организации работали с ними уже сотни лет. Вполне возможно, что пурпурный ворон купил демонов, чтобы те стали частью их армии. Впрочем, эти две организации могли также и сотрудничать друг с другом. Линь Хуан счел нормальным то, что профессор Зинь не узнал тройку демонов, поскольку во время атаки на аукцион те выглядели куда страшнее. Когда они превратились в карты, их внешность вернулась к истокам, однако согласно Сиахою, данные модификации остались в их памяти, что сделало их достаточно сильными, чтобы сражаться с монстрами 2го уровня бессмертия, находясь всего на уровне Золотого Священного Пламени. Линь Хуан не стал на этом зацикливаться, узнав, что мастерская не представляет для него угрозы. Однако он хорошо запомнил то, что профессор Зинь обращался с ним как с игрушкой и хотел сделать из него лабораторную крысу. На данный момент Линь Хуан не планировал искать профессора, поскольку не мог его победить. Он вернется в будущем, когда станет еще могущественнее. Было ясно, что мистер Фу преподаст мастерской урок, поскольку он сказал, что скоро переговорит с Си на ним. Линь Хуан решил забыть об этом инциденте, просматривая награды, которые он получил за последние несколько дней. Миссия заняла у меня всего 4 дня и 10 огней жизни в моем теле теперь полыхают на 300 метров ввысь, что превышает 50-метровый лимит огни во 3го ранга. Я также получил 4х эпических монстров, 2х черных змей и 2х трех головы приматов. Впрочем, из-за ограничения в ранге, эти монстры будут лишь уровня Золотого Священного Пламени, а не 1го уровня Бессмертия. Основная же награда – карты за убийство противников. 300 карт. До того, как Линь Хуан достиг уровня Белого Священного Пламени, у него было меньше сотни расходных карт, не считая карт монстров. На этот раз он добыл 300 разыгрываемых карт. Это было сравнимо с неудачником в казино, который выиграл 5 миллионов долларов и стал платиновым игроком. 300, сказал Линь Хуан и когда мысленно хихикнул, услышал отсяхое уведомление. На этот раз мастер накопил сотню разыгрываемых карт и это активировало новую функцию. Я не сказал об этом сразу, поэтому говорю сейчас, прежде чем мастер начнет выбирать карты. Новая функция. Линь Хуан был взволнован. Первой новой функцией будет розыгрыш конкретной карты, при которой мастер получит одну конкретную карту на выбор за каждые 10 разыгрываемых. Этой картой может быть карта навыка, снаряжение, расходуемая и даже карта монстра, но не особая карта. Особая карта – это удивило Линь Хуана. Он был знаком с четырьмя видами карт, которые перечислился Хэй, но об особой карте слышал впервые. Особая карта – это высшая карта, такая как карта возрождения, которая может воскресить мертвого человека. Карта непобедимости, которая делает цель невосприимчивой ко всем видам урона. Карта остановки времени, что может останавливать время. Карта обмана, которую мастер уже использовал. Она тоже является особой картой и позволяет владельцу скрыться, обманув все живое в мире. Линь Хуан был ошеломлен словами Ся Хэй, поскольку эффект этих карт был весьма привлекателен. А что насчет второй функции? Линь Хуан вырвался из мира грез. Вторая функция – это возможность получить особую карту. Функция позволяет мастеру получить одну особую карту за сотню разыгрываемых карт. Эта особая карта будет случайно и тут я ничего не могу поделать. Таким образом, получается, что за три сотни своих карт я получу только три особые, но случайные. Линь Хуан испытал сильное искушение, но остался рациональным. Ся Хэй, если я раскрою все карты, у меня будет шанс получить особую? Да, но вероятность невелика. Ты можешь дать какое-то конкретное соотношение? Спросил Линь Хуан. Все, что я могу сказать, это то, что если мастер не везунчик, то вероятность получить особую карту равна нулю. Опять рандом услыхав ответ Ся Хэй, Линь Хуан помрачнел. Он всегда ненавидел игры, где все зависело от рандома. Хоть в этом мире Линь Хуан и был весьма удачлив, игра Мастер 20 неслабо его травмировала. Подумав, Линь Хуан принял решение. Тогда сделаем так. Сотню карт я придержу для экстренного случая. Если когда-нибудь я столкнусь с чем-то угрожающим, как минимум у меня будет что-то, что возможно сможет меня спасти. С тех пор, как он попал в этот мир, он никогда не был в безопасности. Хорошенько обдумав все, он принял решение не раскрывать сейчас все карты. Мне должно хватить и двухсот карт. Ся Хэй, покажи мне карты, из которых мне выбирать. Я случайным образом разместил для Мастера 3600 карт. В качестве награды, Мастер может выбрать 200 из них. Линь Хуана окружил целый океан карт. Это было похоже на карточное безумие. Глава 519 3600 карт окружили Линь Хуана гигантским кругом и выглядели они все одинаково, все черные и с золотым вопросительным знаком посередине. Линь Хуан понимал, что то, что он получит, полностью зависит от его удачливости. Не было никакого навыка для этого или способа обмануть систему. Выбирать он мог, полагаясь на свои инстинкты. Вздохнув, Линь Хуана смотрел каждую и интуитивно указал на карты. Это, это, это. Карты, которые он выбирал, зажигались золотом и отделялись от общей массы. Спустя полчаса он, наконец, закончил. Оставшиеся 3400 карт, которые не были выбраны, распались и исчезли, а те, что он выбрал, сгруппировались в 10 рядов по 20 карт в каждом. Охватывающие их пламя исчезло, открывая их внешний вид. Поздравляю. Это 200 карт, которые получил мастер. Карта прозрения Х1, карта навыка Х1, карта безупречности Х2, карта печати Х2, карта обмана Х2, карта вора Х3, карта грабежа Х3, карта испытания Х3, карта перемещения Х3, карта неудачи Х3, карта дубль, карта клонирования Х4, карта маскировки Х4, карта перерождения Х5, карта сокровища Х5, карта ловушки Х6, карта миссии Х7, карта вреда Х8, карта исцеления Х11, карта снаряжения Х17, карта продвижения Х25, карта временной капсулы Х1, средняя карта уничтожения Х3. Карта комбинирования навыков Х4, карта временного призыва Х5, карта временной трансформации Х8, карта извлечения навыков Х11, карта двойного лута Х12, карта улучшения монстра Х16, карта одноразового навыка Х7, карта временного увеличения боевого ранга Х4, карта сгущения крови Х7, Линь Хуан остался доволен полученными картами. Помимо дополнительных усиливающих карт, там были и новые, которых он никогда раньше не видел. Линь Хуан начал осматривать их одну за другой. Карта вора, дает владельцу возможность украсть один навыку цели и сделать своим. Карта перемещения, позволяет сбежать из любой опасной ситуации, с которой во время активации столкнулся владелец. Карта грабежа, позволяет получить три реликвии от конкретной цели в пределах радиуса. Карта неудачи, выбранная цель три дня подряд будет испытывать несчастье. Уровень удачи цели станет отрицательным. Линь Хуан был взволнован, поскольку многие новые карты оказались весьма практичными. Теперь, когда у меня достаточно карт продвижения, я наконец могу провести Тирана и Кайли на легендарный уровень. Линь Хуан смотрел на карты продвижения. Изначально у него их было пять, но с только что полученными двадцатью пятью, их теперь стало тридцать и ломать голову больше не нужно. Осмотрев все карты, Линь Хуан взглянул на карту улучшения монстра, которая появилась в его руке. Карта улучшения монстра. После активации, выбранный монстр будет повышен на один ранг. Примечание 1. На одной цели можно использовать неограниченное количество карт. Примечание 2. Расходуемый материал. Каждая карта может быть использована лишь единожды и после активации исчезнет. Всяхли. Там написано, что одновременно можно использовать неограниченное количество карт. Значит ли это, что я смогу улучшить свою карту монстра с уровня императора до ранга полубога? Конечно же нет. Мастер может использовать неограниченное количество карт на монстре, но тот все равно будет ограничен боевым рангом мастера. Сейчас у мастера уровень белого священного пламени. Это означает, что большинство карт может быть улучшено до уровня золотого священного пламени и больше мастер не сможете воспользоваться картой. Если это так, то почему бы и чаркал только синего священного пламени? Линь Хуан задал беспокоящий его вопрос. Это побочный эффект синхронизации при повышении уровня. Когда мастер был ранга серебра, его ограничение было на 3м уровне золота. Когда мастер достиг завершенного ранга золота, это ограничение должно было сместиться с ранга золота на уровень белого священного пламени. Но, поскольку мастер еще не распечатал свои карты монстров, то они остались на ранге золота, что привело к сбою синхронизации. Как правило, когда мастер находится на 1м уровне ранга золота, карты станут уровня белого священного пламени. На 2м уровне золота монстры будут красного священного пламени, на 3м синего и на завершенном ранге золота фиолетового священного пламени. Однако, поскольку мастер начал распечатывать карты на 3 уровне золота, монстры находились на уровне Белого Священного Пламени, что привело к текущей ситуации, когда мастер на уровне Белого Священного Пламени, а монстры лишь синего. На самом деле, карты должны быть уже на уровне Золотого Священного Пламени. Именно по этой причине тройка демонов удачно прошла синхронизацию, потому что им не требовалось распечатывание, уточнил Линь Хуан. Да. Однако, на разных уровнях, карты мастера будут иметь различные ограничения. На уровне Священного Пламени, пока мастер уровня Белого Священного Пламени, монстры будут на уровне Золотого Пламени. Однако, когда дело доходит до уровня Бессмертия, то если мастер 1го уровня Бессмертия, ограничение ранга для монстров будет на 9 им. Глядя на прогресс мастера, когда он достигнет 1го уровня Бессмертия, его монстры будут на 5 им. При наличии нужного количества карт улучшения монстров, их уровень может быть поднять до 9 го. Теперь я все понял, кивнул Линь Хуан. Согласно словам Сиахая, пока у него будут необходимые карты, он сможет улучшить своих монстров до 9го уровня бессмертия, когда сам достигнет 1го. Линь Хуан предвкушал возможность взрывного усиления способностей монстров. Когда он убрал карты, был уже полдень. Сегодня вторник, и у меня еще есть три дня. Загляну на это время в метеоритную пустыню, чтобы улучшить карты до легендарного уровня, но сначала пообедаю. Глава 520. Около часа дня во вторник, Линь Хуан прибыл в изолированное пространство в метеоритной пустыне. Это было единственное место, где мутации его монстров не привлекут ничьего внимания. Линь Хуан призвал восьмерых монстров. Бая, Чаркала, Тирана, Бладе, Гастли, Ланселота, Кайли и Суипа. Все монстры, кроме Бладе, были озадачены своим призывом, поскольку не видели сражения, в котором нужно участвовать. Я призвал вас для улучшения ваших способностей. Во-первых, повысится ваш боевой ранг. Сейчас вы находитесь на уровне синего священного пламени, а поднимитесь до золотого. У меня есть ровно 16 карт улучшения монстра и все они пойдут вам. Линь Хуану было не жалко потратить их все на своих монстров. Поскольку количество карт было ограничено, он не стал призывать грома, ведь тот не предназначался для битвы. Сиахэ, активируй все карты улучшения монстра. По две карты для каждого, велел Линь Хуан. Карта улучшения монстра Х-16 улучшит 8 монстров с уровня синего священного пламени до уровня золотого священного пламени. Мастер уверен, что хочет использовать эти карты для находящихся тут монстров. Да, кивнул Линь Хуан. Карта улучшения монстра Х-16 активирована. Обновление выбранных монстров. Когда прозвучало уведомление Сиахэ, ауры Бая и остальных сильно возросли. За несколько секунд все они достигли уровня золотого священного пламени. Их ауры перестали расти, когда монстры достигли завершенного золотого священного пламени. Весь процесс занял около получаса. Монстры удивились, ощутив прирост целых двух рангов. Бай, ты и ребята уже завершили свою третью мутацию, поэтому я вас отзову, сказал Линь Хуан четырем монстрам и отозвал Бая, Бладе, Чаркала и Гастли. Если бы не его лимит на призыв десяти монстров за раз, он был бы не против оставить их понаблюдать. Потом Линь Хуан призвал трех демонов, двух черных змей и трехголового примата. Последние трое уменьшили свои размеры. Глядя на десяток монстров перед ним, Линь Хуан не мог призвать последнего примата. В действительности, у трехголового примата сейчас была лишь одна голова и две руки, после того, как Сиахэй его восстановил в виде карты. Две другие головы и четыре руки примат мог вызывать по желанию. У меня только 30 карт продвижения, поэтому последнему примату придется подождать, пробормотал Линь Хуан, глядя на призванного примата. Не тратя больше ни секунды, он снова велел. Сиахэй, используй карты продвижения на этом десятке монстров, чтобы улучшить их до легендарного уровня. Хочу напомнить, что безжалостный мечник сможет выполнить свою мутацию самостоятельно, если выполнит скрытые условия. Мастер уверен, что хочет использовать свои карты продвижения на нем. Услыхав это, Линь Хуан взглянул на Ланселота. Ланселот Сиахэй сказал мне, что у тебя есть скрытые условия, которые позволят тебе самостоятельно начать третью мутацию. Ты хочешь сделать ее сам, или позволишь мне использовать карту? Монстр был удивлен этим вопросом, но ответил. Я предпочел бы сам. Хорошо, я постараюсь выполнить твое скрытое условие. Линь Хуан уважал его решение, поэтому отозвал мечника и призвал последнего примата. Он снова велел Сиахэю, переведи их на легендарный уровень. На этот раз Сиахэй ничего не добавил. Обновление десяти выбранных карт монстра. Потребление карты продвижения Х-30. Вы уверены, что хотите использовать карты? Да. Не задумываясь, кивнул Линь Хуан. Карта продвижения Х-30 была уничтожена. Начинаю обновление десяти выбранных монстров. С неба сорвалось белое свечение, укутав собой монстров. Сияние вокруг Кайли, Сюипа, малахитового изверга и ведьмы расселось уже через пару секунд. Доспехи Кайли теперь имели фиолетовые рисунки молний, а самым разительным изменением стала ее наполовину синяя, наполовину красная маска, которая теперь покрывала лишь рот с носом, явив миру глаза и лоб. Ее голубые глаза были такими чистыми, как вода в озере. Сюипа, как обычно, остался в красном халате, но корона на его голове стала золотой, а не красной. В центре нее находился красный драгоценный камень. Самым же значительным изменением стали его глаза. Ранее голубые, они теперь были белыми. Создавалось впечатление, что в его глазах кружится туман. Вот малахитовый изверг почти не изменился. Лишь его лицо сменило цвет с голубого на зеленый. Из всех, самые заметные изменения произошли с ведьмой, поскольку на ней больше не было черных доспехов. Теперь на демонице красовалось черное платье, отсутствовал хвост, а рога на голове уменьшились до 10 сантиметров. Если бы не эти рожки, она была бы похожа на бледную девушку. Они закончили свои третьи мутации, но проявления родословной не ощутили. Тем временем тиран имп, две змеи и оба примата до сих пор были в энергетических коконах. Кокон тирана был кроваво-красным, похожим на сердце. На его поверхности виднелись шрамы, похожие на кровеносные сосуды. Кокон им попылал, как лава, и от него исходил жар. Обе змеи находились в черных, непрозрачных, жидких сферах. Что до приматов, то их коконы различались. У одного он был похож на зеленый камень, а у другого – на белый нефрит. Линь Хуан пребывал в шоке, наблюдая за гигантскими коконами, растущими в сиянии с неба. Он ожидал мутации тирана, но не черных змей и приматов. У монстров животного типа часто проявляется родословная во время мутаций? Тихо спросил у сиях и Линь Хуан. Часто. Поскольку предки животных монстров обладали более сильной репродуктивной способностью, их родословная передается следующим поколениям, что увеличивает шанс проявления наследственного происхождения. Эти четыре монстра испытывают мутацию одновременно, поскольку их данные были дублированы, когда мастер убил змея и примата, которые имели большие шансы пробудить наследственность. Однако, должен сказать, что мастеру очень повезло. Зная, что мутация займет некоторое время, Линь Хуан еще немного понаблюдал за коконами, затем повернулся к Кайли и остальным. Карта перерождения может пробудить родословную монстра, но у меня их только пять. Одна для Ланселота, одна для Гастли и одна для Блади. Еще одну я оставлю для Кайли, но кому же отдать последнюю? Линь Хуан выглядел нерешительно, поскольку выбор стоял между Сюипа и Ведьмой. Глава 521. Карта перерождения. После использования карты на определенной карте монстра, есть возможность пробудить могущественную родословную. Примечание 1. Чем выше редкость карты монстра, тем выше вероятность получения родословной. Примечание 2. Если у монстра имеются хотя бы малейшие частички наследственности в теле, то вероятность пробудить их высока. Примечание 3. Новый тип монстра, происхождение которого неизвестно, имеет низкую вероятность пробуждения родословной. Ознакомившись с нюансами карты перерождения, Линь Хуан в итоге остановил свой взор на ведьме. Точнее, теперь она являлась нечестивой ведьмой. Цепи наказания кровожадного повелителя были мощным контролящим навыком, однако, нет гарантии, что именно этот навык будет развиваться. Тем временем, порочно ведьма имела куда больше контроля, и если карта перерождения сможет хоть немного усилить какие-то ее навыки, ее способности к контролю только возрастут. Линь Хуан решил использовать свою последнюю карту перерождения, а именно на ней, тщательно все взвесив. Определившись, он отозвал кровожадного повелителя, Сюепа, и малахитового изверга, призвав Блоди и Гастли. Блоди знал, зачем его призвали. Владыка же был не уверен, но глядя на тирана и остальных, завернутых в коконы, он смутно догадывался, что происходит. У меня в руки пять карт перерождения, которые могут пробудить вашу родословную. Одну я отложу для Ланселота, а оставшиеся четыре отдам вам, сказал Линь Хуан. Сможете ли вы получить родословную, зависит от вас. Блоди был спокоен, он понимал, что задумал хозяин. В глазах Гастли плескалось желание, а вот ведьма выглядела озадаченной. Единственным монстром, у которого на лице не отобразились никакие изменения, был Ангел Кайли. Ей как будто было все равно. Или могу я узнать, что делает эта карта перерождения? Окинув всех взглядом, порочная ведьма подняла руку и колеблясь спросила. Когда-нибудь в будущем я вам расскажу, когда будет время. Единственное, что могу сказать, это то, что вы получите сокровище, которое может пробудить вашу родословную. Но, конечно, это не 100% вариант. Линь Хуан вкратце объяснил концепцию карты. Хорошо, следуйте за мной, не будем мешать их мутации. После чего Линь Хуан отвел четверку монстров на пару километров. Увидев, что тираны остальные стали размером с муравьев, он удовлетворенно кивнул. Этого должно быть достаточно. Станьте подальше друг от друга, чтобы не мешать процессу. После того, как четыре монстра распределились, Линь Хуан велел Сиахою. Сиахой, используй на них четыре карты перерождения. Мастер уверен, что хочет использовать карты перерождения на выбранных монстрах. Да, активирую карты перерождения. Золотое свечение спустилось с небес, накрыв четверых монстров. Все они завернулись в коконы разных цветов, но свечение вокруг Блади вскоре погасло. Кокон Кайли был соткан из золотых молний и выглядел крайне опасно. Порочную ведьму же окружал черный туман, казавшийся неустойчивым, а кокон Гастли переливался всеми цветами и постоянно менял формы. Карта перерождения не сработала на Блади. Блади и сам понимал, что не получилось, оглянувшись на остальных. Поэтому паразит разочарованно вернулся к Линь Хуану. Не грусти, ничего страшного, утешал его Линь Хуан, поглаживая. Теперь ведь паразит был пурпурным сгустком с приятной на ощупь текстурой. Эх, Блади все еще был расстроен, плавая в воздухе возле Линь Хуана и наблюдая за трансформацией монстров. Внезапно в небе появилось странное черное пятно и пространство задрожало. Нечто черное оторвалось от земли и взмыло в небо, поглощая собой солнечный свет. Вскоре раздался звук раскатистого грома и темные тучи заполонили небольшую часть неба над изолированным пространством. Однако, темное пятно вскоре уменьшилось в размерах с миллионов квадратных километров до величины кулака мужчины. Линь Хуан внимательно за этим наблюдал. Хоть он и не видел этот небольшой сгусток тьмы, поскольку тот был слишком далеко, он также ощущал, что ужасающая аура никуда не исчезла. Когда сгусток сформировался, он какое-то время находился в небе, но вдруг с огромной скоростью он устремился куда-то и это место было там, где находился Линь Хуан. Вскоре Линь Хуан увидел черный метеорит, приближающийся к нему. Он нахмурился и вытащил клинок. Линь Хуан не хотел, чтобы улучшение его монстров было прервано этим неизвестным предметом. Мастер может не переживать. «Все в порядке. Что это такое?» Спросил Линь Хуан, услышав спокойный голос Сиахэя, но все равно не стал расслабляться. Мастер помнит черный камень в этом месте. Камень, являющийся источником энергии. Этот камень пришел за Кейли. «Ее мутация, должно быть», призвала его. «Это что-то хорошее?» Спросил Линь Хуан. «Должно быть». Сиахэй не был уверен, поэтому Линь Хуану не стало легче. Мастер не должен переживать. Если что-то пойдет не так, я изо всех сил постараюсь это контролировать. Тогда ладно. После этих слов Линь Хуан убрал клинок, наблюдая, как черный метеорит с огромной скоростью приближается к ним. Глава 522 Черной вспышкой метеорит стремительно падал с небес. Если бы не напоминание Сиахэя, Линь Хуан бы рубанул по камню клинком. Через несколько секунд черный свет приблизился и направился к Кейли. Прежде чем Линь Хуан успел уловить движение, камень проник в золотой кокон Кейли. Поверхность слегка дрогнула и кокон потускнел. Изначально золотая поверхность в считанные секунды стала полностью черной, по ней все так же вспыхивали молнии. Кокон увеличился в размерах. Линь Хуан наблюдал за изменениями не моргая. Когда кокон перестал меняться, он спросил у Сиахэя, это хорошо или плохо для Кейли? Хорошо. Теперь кокон стабилен. Ранее она совершила свою вторую мутацию благодаря этому камню и теперь он официально интегрировался с ее картой. Получив подтверждение того, что с Кейли все нормально, Линь Хуан ощутил облегчение. Он испытывал волнение, представляя возможные превращения монстров, когда смотрел на их разноцветные коконы, после чего взглянул на оставшиеся карты. Ланселот и Гром – единственные оставшиеся карты эпического уровня. Я должен выполнить скрытые условия Ланселота и улучшить его до легендарного уровня. Было бы здорово, если он сможет получить родословную, тогда карту перерождения я смогу отдать Сюепа. Грому уже придется подождать, пока я не получу еще карты продвижения. У Грома уже было необходимое количество крови Феникса, поскольку он был распечатан. Хоть он и не был чистокровным Фениксом, все же монстр стал могущественным. К сожалению, Линь Хуан относился к нему как к летающему ездовому и игнорировал его способности. Линь Хуан, возможно, ценил бы его больше, если бы монстр по полной развил родословную Феникса или другого могущественного древнего монстра. Взглянув на Бая, Чаркала, Черного Рыцаря, который был наполовину запечатан, Линь Хуан оторвался от своих мыслей. Сейчас было призвано максимальное количество монстров. Единственное, что он мог сейчас делать, это терпеливо ожидать превращения девятерых из них. И чтобы убить время, Линь Хуан лежал на поле, жуя травинку и поглаживая Блоде, смотрел в небо. Прошло уже много времени с тех пор, когда он мог так вот полежать. Он постоянно тренировался, до инцидентов происходило все больше с каждым разом, что оставляло меньше времени на Линь Синь, не говоря уже о себе. Смотря на пушистые облака, его мысли летали повсюду. Без благословения и с целым колесом жизни я был бы обычным человеком тут и жил бы обычной жизнью под защитой других людей. Возможно, самые отдаленные места, которые я бы посетил в этом мире, цитадели в класса, города Бамбу и Сягун. Если задуматься, то жизнь обычного человека не такая уж и плохая. К сожалению, моя судьба, кажется, была предопределена. Мощное благословение, сломанное колесо. Кажется, что кто-то контролирует все. Ян Лин, Ся Хаа, Цимусюн, они все такие же путешественники, как и я. В этом мире должны быть еще такие, но зачем мы все тут? В тот момент, когда Линь Хуан размышлял над смыслом своего существования, часть воспоминаний Цимусюна разблокировалась. Линь Хуана заинтересовало содержимое. Прошло несколько часов и когда свечение с неба исчезло, коконы начали разрушаться, являя миру трансформировавшихся монстров. Видя, что Линь Хуан крепко спит, они не стали ему мешать и просто остались возле него. Некоторые смотрели на кокон Кайли, погрузившись в свои мысли. Линь Хуан не ожидал, что его размышления нашли отклик у Цимусюна, чем разблокировали часть воспоминаний. Теперь почти все содержимое ниже уровня императора стало для него доступно и Линь Хуан погрузился в эти воспоминания. Очнувшись, монстры окружили его, и в шоке Линь Хуан понял, что прошло уже 6 часов. Поскольку кокон Кайли не подавал никаких намеков на разрушение в ближайшее время, Линь Хуан взглянул на трансформированных монстров. Тиран теперь больше походил на человека. Доспехи, покрывающие все его тело, исчезли, и теперь на нем был лишь нагрудник цвета красного золота. Волосы гиганта стали темно-рыжими, а глаза – карими. Единственное, что не изменилось – его спутанная борода. Если сравнивать с тем, что было, теперь Тиран больше походил на человека, хоть и крупного, ростом в 2,5 метра. «Какая у тебя родословная?» – спросил Линь Хуан. Род небесного гиганта из архаичного периода, уверенно ответил Тиран, явно гордясь своей родословной. Хоть Линь Хуан и понятия не имел, насколько сильна данная ветвь, он все равно кивнул и взглянул на остальных. Гастли не сильно изменился. Он был одет в роскошные золотые одежды, а на голове лежала корона. Теперь волосы монстра стали сиреневыми, и тот с лукавым прищуром улыбался Линь Хуану. Заметной разницей было то, что золотая маска, закрывающая половину его лица, теперь исчезла. Гастли, что насчет тебя? Мастер, могу я получить новое имя? Мне не нравится, когда меня зовут Гастли. Владыка не хотел носить такое имя. Однако, поскольку Линь Хуан, глядя на него, ничего не ответил, тот продолжил. Я пробудил титул «обманщик», но не родословную. Пробудил титул. Линь Хуан был озадачен, поскольку один раз, услышав о титулах, больше ничего о них он не спрашивал. Титул можно пробудить. Подтвердил слова Гастли, сяхый. Линь Хуан взглянул на порочную ведьму. Оба рога на ее голове исчезли, а цвет лица стал более живым, чем раньше. Имея длинные черные волосы, она выглядела как человеческая девушка в черном платье. Я пробудил родословную древних ведьм. Тихо сказала ведьма, словно не желая смотреть хозяину в глаза. Линь Хуан кивнул и посмотрел на импа. Теперь у того за спиной красовалась пара крыльев летучей мыши и черный хвост. Я теперь средний имп, без эмоций сказал демон. Затем Линь Хуан взглянул на змеи-приматов. Сейчас они выглядели намного меньше, чем раньше. Обе змеи были черного цвета, длинной чуть меньше трех метров. Выглядели они одинаково. Четыре глаза стали двумя и цвет их был изумрудный, как два драгоценных камня, инкрустированных в их череп. Живатый змей теперь были беловатыми. Мы пробудили родословную змею темного полумесяца. Прошипели одновременно змей. Линь Хуан кивнул и посмотрел на двух приматов. Бронированные чешуйки исчезли. Вместо них была шерсть. Один из приматов имел доспехи золотого цвета и золотую шерсть. А второй стал полностью белым. В результате чего, часть его тела, казалось, была покрыта белым пламенем. Стало понятно, что их эволюция пошла разными путями. Я пробудил родословную древнего могучего примата, сказала обезьяна с золотой шерстью. А я родословную древнего примата ледяного пламени, ответила белая. Помимо Кайли и Блади, оставшиеся восемь монстров изменились, пробудив мощные родословные. Отозвав их всех, в том числе и Блади, в форму карты, Линь Хуан взглянул на кокон Кайли. Сяхы, сколько времени ей потребуется. Судя по прогрессу, не меньше трех дней. Три дня. Но у меня занятия в пятницу, сказал Линь Хуан. Он говорил, что у него достаточно времени, поскольку он прибыл сюда во вторник, но он не ожидал того, что случилось с Кайли. Ну да ладно, я подожду до пятницы. Если к тому времени она все еще будет в коконе, оставлю Бая и остальных присмотреть за ней и отлучусь провести урок. Глава 523. В изолированном пространстве время текло точно так же, как и во внешнем мире. На данный момент уже было семь часов вечера и небо начало темнить. Линь Хуан тем временем, уже ощущая голод, читал описание карты сгущения крови, жуя тормозок. Карта сгущения крови может быть использована на монстрах с пробужденной родословной, дабы увеличить концентрацию крови древнего предка. Примечание 1. Чем выше уровень родословной, тем больше нужно карт. Для повышения уровня с низшего до среднего требуется 1 карта. Со среднего до высшего, 2 и 5 с высшего до чистокровного. Примечание 2. Неэффективна на чистокровных монстрах. Примечание 3. Расходуемый материал. Каждая карта может быть использована один раз и одновременно может быть использована несколько карт. 5 карт для повышения с высокого уровня до чистокровного. Смех и только. У меня сейчас только 7 карт, получив слишком много карт за раз, Линь Хуан пропустил описание этой. А я ведь думал, что для улучшения родословной потребуется лишь одна карта, тогда я смог бы улучшить Байай Чаркала до чистокровных монстров, а потом подумал бы кому отдать остальные карты. Ну и дурак же я. Затем он призвал Байай Чаркала, примерно объяснив им функции карт сгущения крови. Дракон был взволнован. Поскольку карт было мало, Линь Хуан не мог улучшить его до чистокровного монстра. Максимум, что он мог сделать, это перевести того на высший уровень, но и этого было достаточно. Бай, тем временем, был спокоен, но по его глазам Линь Хуан мог сказать, что вампир тоже пребывал в восторге. Отлично, отойдите друг от друга подальше. Линь Хуан велел монстрам встать на расстоянии десятков метров друг от друга, вынимая пять карт сгущения крови. Раздавив их, он указал на вампира и дракона. Используй три карты на Байе, чтобы увеличить густоту крови божества с низшего до высшего уровня и две на Чаркале, повысив концентрацию крови дракона со среднего до высшего уровня. Раздавленные карты превратились в два сгустка света, которые проникли в тела Байя и Чаркала. Через короткий промежуток времени, вокруг тел монстров стали формироваться бордового цвета коконы, но света с небес не было. На ком же использовать две оставшиеся? Некоторое время подумав, Линь Хуан призвал тирана и вскоре гиганта тоже окутал бордовый кокон. Так как последняя карта не может быть использована на Гастле или Бладе, Линь Хуан решил оставить ее для Кейли. Поскольку тирану и остальным потребуется время, чтобы завершить трансформацию, Линь Хуан продолжил кушать. Десять минут спустя, закончив с ужином, он начал разбирать недавно разблокировавшиеся воспоминания Цимусюна. В памяти, кроме воспоминаний о том, как он поднимался до уровня императора, часть занимали воспоминания об общении с другими путешественниками. Из того, что увидел Линь Хуан, все они оказались недружелюбными. Они были могущественны и эгоистичны. Некоторые даже издевались над путешественниками послабее. Поскольку, имея благословение, они были друг для друга угрозами, при контакте всегда приходилось быть на чеку. Согласно воспоминаниям Цимусюна, хорошие отношения у него были лишь с одним путешественником. Казалось, что тот тоже, как и Линь Хуан, был с земли. Однако, Линь Хуан не стал наивно полагать, что тот путешественник не таил никакого зла, даже несмотря на их дружеские отношения. У него даже остались контакты того человека, но Линь Хуан решил не связываться с ним. Впрочем, нет гарантии, что тот путешественник вообще еще жив. Помимо этого, в памяти Цимусюна было и множество высших гениев, которые могли сражаться с противниками на уровень выше. Хоть число высших гениев сейчас сильно уступает тому времени, в основных зонах наверняка они еще остались, и их способности куда более могущественнее. Этот мир довольно опасен. Несколько часов Линь Хуан изучал новые воспоминания Цимусюна. Тиран был первым, кто покинул свой кокон, а следом за ним вышел и чаркал. Когда время перевалило за полночь, появился Ибай. Тиран выглядел все так же, но его аура стала намного страшнее. Он был как человекоподобный зверь, невидимой мощью подавляя людей вокруг себя. Чаркал же сильно изменился. Его чешуя теперь была из чистых черных кристаллов, и хоть цвет не изменился, тело дракона теперь походило на диковинное произведение искусства. Форма тела никак не поменялась, но теперь дракон выглядел намного лучше. А ведь правду говорят, что хорошая кожа играет решающую роль во внешнем виде. Воскликнул Линь Хуан, внимательно разглядывая Чаркала. Бай, тем временем, выглядел так же, как и раньше, но на его лбу теперь был легкий узор. Также узоры красного цвета были и на его черном плаще, который теперь стал более вычурным, чем ранее унылая черная ткань. Теперь вампир выглядел куда более уверенным. Осмотрев монстров, Линь Хуан отозвал их обратно в карты. Видя, что состояние Кайли не изменилось, он покачал головой и достал палатку. На следующее утро, после завтрака, Линь Хуан призвал Бая для тренировок навыков клинка. Теперь, больше зная о других путешественниках, он стремился улучшить свои способности. Линь Хуан не планировал нападать на них, но, если его личность раскроется другим путешественникам, он будет в беде. Он не хотел терять Сиахэя свое могучее благословение, поэтому нужно быть способным себя защитить. Увидеть Сиахэя было невозможно, но вот если поведение Линь Хуана будет слишком безрассудным, это может привлечь внимание других путешественников. Нужно быть еще осторожнее и не нарываться на неприятности. Сначала Линь Хуан думал, что теперь, когда он достиг уровня священного пламени, мало кто будет для него угрозой, но, как оказалось, он был слишком наивен. Глава 524 Прошло два дня. Уже полдень, но ничего не происходит. Линь Хуан беспомощно смотрел на золотое сияние кокона Кайли, которое, казалось, не собиралось исчезать. На черной, покрытой молниями поверхности не наблюдалось никаких трещин. Бай, я уйду на несколько часов, присмотри тут за всем, пожалуйста. Я вернусь около 5.30 вечера. У Линь Хуана не было другого выхода, кроме как поручить Баю остаться тут. Наступила пятница, и ему необходимо вернуться в колледж, чтобы провести урок. Хоть Бай и понятия не имел, зачем мастер уходит, он все равно кивнул. Поскольку было еще рано, Линь Хуан позавтракал кусочком вяленого мяса из своего хранилища. Заметив, что Бай смотрит на пакет в его руке, Линь Хуан протянул его вампиру. Это закуски, которые я купил онлайн. У них были отличные отзывы. Попробуй. Бай достал кусочек вяленого мяса, откусил кусочек и вернул пакет. Невкусно. Ну ладно, когда Линь Хуан забирал пакет из кокона Кайли, внезапно вырвалась черная волна, которая прошла сквозь его тело и Бая, но оба не ощутили ничего странного. Изолированное пространство начало дрожать, и Линь Хуан с вампиром взмыли в воздух, изучая кокон. Черный туман начал окутывать кокон, поглощая золотое сияние. Через несколько секунд туман уже покрыл треть, и продолжал распространяться. Сиахэй, что происходит? Сразу же спросил Линь Хуан, став свидетелем странного происшествия. Черный источник энергии, должно быть божественное явление. Похоже, он что-то делает с картой сгущения крови, хоть я и не уверен. Это влияет на Кайли? Нет. Трансформация Кайли в целом завершена, но источник энергии стал вести себя данным образом. Услышав ответ Сиахэй, Линь Хуан с облегчением вздохнул. Он стал ждать, когда закончится процесс. Земля продолжала дрожать, и вскоре черный туман поглотил все золотое сияние на коконе. Линь Хуан с Баэм смотрели на темные облака, задаваясь вопросом, что же будет дальше? Прогремел гром. Дождь? Спросил Линь Хуан, глядя в небо. Внезапно сверкнула черная молния, ударившая прямо в камень. За ней последовала вторая и третья. Все больше и больше молнии били в одно место, и Линь Хуан с Баэм были озадачены происходящим. Когда около сотни молний сорвались с небес, все прекратилось. Вскоре темные облака, а также темный туман исчезли. Хоть Линь Хуан и понятия не имел, что это сейчас было, он внимательно, не моргая, смотрел на черный кокон, в котором находилась Кайли. Раздался треск. Это был знак того, что Кайли выходит. По кокону пошли трещины. Линь Хуан с улыбкой посмотрел на время. Еще даже не 12.30. Судя по тому, как идут дела, Кайли должна покинуть кокон через пару минут. Тогда мне не придется после занятий возвращаться сюда. Земля перестала дрожать, а Линь Хуан с Баэм все так же терпеливо висели в воздухе. Через 2-3 минуты кокон окончательно сломался и его части превратились в молнии, покрывающие тело Кайли. На этот раз сине-красная маска на половине ее лица сменилась на черную. Ранее серебристые доспехи тоже стали черными и такими блестящими, что в них можно было увидеть свое отражение. По 12 черным крыльям потрескивали легкие белые молнии. Черным стало и ранее пурпурное копье, теперь оно было украшено фиолетовыми узорами. Аура ангела стала такой же мощной, как и у Бая. Кайли, какую родословную ты пробудила? Сразу же спросил Линь Хуан. Темного ангела. Высший уровень, ответила она. Линь Хуан был потрясен, услышав, что она сразу получила родословную высшего уровня. Должно быть это благодаря черной энергии в ее теле. Как раз в тот момент, когда Линь Хуан решил сохранить последнюю карту сгущения крови для Ланселота, Кайли взмахнула крыльями и полетела вдаль. Эй, ты куда? Мне нужно уходить, у меня урок. Крикнул ей вслед Линь Хуан, но хоть его голос и не мог догнать ангела, слова были отправлены прямиком в ее разум. Мне нужно остаться тут ненадолго. Вы двое можете уходить первыми, раздался у Линь Хуана в голове ее голос. И куда это она направилась? Вдруг Линь Хуан осознал, что Кайли полетела в том направлении, где он раньше нашел черный камень. Вместе с Байом они отправились туда. Хоть и понимая, что у нее были причины так поступить, Линь Хуан не мог уйти, не выяснив, что происходит. Кроме того, ему было интересно узнать секрет, зачем туда били молнии. Через несколько минут они прибыли на место, но от камня осталась лишь черная пыль. Линь Хуана шокировала даже не исчезновение целой скалы, а то, что вокруг находилось около сотни коконов, покрытых пурпурными потрескивающимися молниями. Эти коконы, хоть Линь Хуан и догадывался, что внутри, но все равно не мог понять, что происходит. Это звездные звери, которых ты видел в последний раз. Все они трансформируются в полубогов, чтобы в будущем стать частью моей армии, честно ответила Кайли. Ты имеешь в виду, что все они станут как ты, когда ты была нефилимским судьей. Все они превратятся в судей, но не будут похожими на меня. Хоть они и будут в масках, под ними будут разные лица. Кроме того, этот кусок земли станет моим маленьким миром. Когда они завершат эволюцию, я заберу пространство вместе с ними и кроме меня никто не сможет получить к нему доступ. Скажи мне, если тебе нужно будет сюда попасть? Конечно, оно мне понадобится для улучшения монстров. Теперь это станет еще удобнее, поскольку не придется больше бегать сюда. Кивнул Лин Хуан и посмотрел на сотни коконов. Похоже, что в ближайшее время они не выйдут. Оставайся тогда вместе с Баим тут, а я пойду в класс. Дай мне знать, когда дело будет сделано. Лин Хуан подумал, что Кайли будет тут одиноко. Ведь звездным зверям потребуются дни, чтобы завершить эволюцию. Ведь они не являлись картами. Не дожидаясь возражений, Лин Хуан активировал двойное ускорение и покинул пространство. Глава 525. Время перевалило за час дня, когда Лин Хуан прибыл в колледж боевых с охотников прямиком из метеоритной пустыни. Он вернулся в свое общежитие, принял душ, переоделся и отправился в офис. Хоть на самом деле ему и не нужно было мыться, поскольку по достижению превосходства, выделяемая телом сила жизни выводила из организма посторонние элементы, в том числе и очищала тело от грязи. Однако, три дня прожив в палатке, Лин Хуан морально нуждался в душе. Во второй половине дня, в 1.30 Лин Хуан прибыл в офис. Когда он просматривал свой учебный материал, вошел Цинь Тиньсин и заулыбался. Мистер Линь, тебя целую неделю не было в колледже. Я заходил в общежитие, тебя и там не было. У меня были дела, вернулся вот только сегодня. Лин Хуан не стал объяснять, что с его возвращения еще и часа не прошло. Видя странное выражение лица мужчины, он спросил. Я зачем-то был вам нужен? Не мне, тебя уже несколько дней ожидает одна горячая девушка. Подмигнул Циньсин. Мы ведь с тобой довольно близко общаемся. Почему ты не сказал, что у тебя есть старшая сестра с внешностью богини? Горячая девушка? Моя старшая сестра? Лин Хуан понятия не имел, о чем говорит Цинь Тиньсин. Как раз, когда он собирался объяснить, что у него нет никакой старшей сестры, в учительскую вошла очаровательная дама в черном платье. Милый братик, прошел всего год, и ты уже меня не узнаешь? Наклонив голову, девушка посмотрела на Лин Хуана. Высокий разрез сбоку ее платья только приумножал ее сексуальность. Несмотря на то, что ее маленькие глаза не особо впечатляли, они добавляли ее лицу таинственности. Вкупе со всеми чертами лица, они выглядели особо соблазнительно, но самой привлекательной чертой были ее алые губы, пробуждающие желания у любого мужчины. Лин Хуан был потрясен, увидев эту дамочку. Он никогда не думал, что увидит ее снова, да еще и в колледже боевых охотников. Хоть половина ее лица тогда и была скрыта, по этим алым губам Лин Хуан ее и узнал. Женщина совсем не изменилась. Хун Джуан из Пурпурного Ворона, почему она тут? Лин Хуану потребовалось время, чтобы привести мысли в порядок. Даже без плаща воронов он ее узнал. Затем Лин Хуан взглянул на Цинь Тиньсина, которого внешность Хун Джуан ввела в ступор. Однако, Лин Хуан вскоре заметил, что аура ее была лишь синего священного пламени. Она запечатала свой ранг, тогда понятно, как она смогла попасть в Белую столицу. Если бы Хун Джуан была при своем настоящем ранге, на уровне бессмертия, ей пришлось бы скрываться. Однако она запечатала свой ранг, вместо того, чтобы его подавить, и все для того, чтобы попасть в Белую столицу. В этом мире слово «столица» не несло тот же смысл, как на Земле, но Белая столица действительно смахивала на столицу 7-го дивизиона и имела несколько стражей уровня императора. Они сразу узнают, что в город проник человек уровня бессмертия. В данной цитадели было много людей уровня священного пламени, как минимум десятки тысяч, так что их стражи не контролировали. Вероятно, именно поэтому Хун Джуан запечатала свой боевой ранг, чтобы стражи не смогли ее найти. Однако такое решение было весьма рискованным, поскольку запечатывание ранга накладывало на ее навыки множество ограничений. Как только ее личность раскроется, ситуация будет куда хуже, чем если бы она проникла в город будучи уровня императора. Печать с боевого ранга невозможно быстро снять, процесс займет пару минут. И если она столкнется с кем-то могущественным, то будет мертва. «Ся Линь, ты правда не помнишь сестрицу Хун?» Заулыбалась Хун Джуан, увидев шок на лице Линь Хуана. «Как же я могу тебя забыть? В прошлом году я гостил у тебя какое-то время». Линь Хуан ощутил облегчение, увидев, что с текущим рангом она не представляет для него угрозы. «Сестрица Хун, ты пришла за мной?» Хун Джуан остановилась на полпути, когда с удивлением обнаружила, что Линь Хуан разговаривает с ней так, будто ничего не произошло. «Ты ушел не попрощавшись, и я весь год сильно по тебе скучала, однако я тут не только для того, чтобы тебя навестить. Я пришла стать преподавателем», улыбнулась Хун Джуан. «Преподавателем Линь Хуан был ошеломлен этим заявлением и не понимал, что она пытается сделать. Да, мисс Хун Джуан прошла нашу аттестацию преподавателя в понедельник, и теперь она официально преподает в колледже боевых охотников». Цинь Тинь Син был взволнован, поскольку думал, что у Линь Хуана и Хун Джуан близкие отношения. «Она интересовалась у наших заместителей деканов о твоем местоположении, но они не смогли тебя найти, поэтому направили эту очаровательную особу ко мне. Мы три раза приходили к тебе в общежитие, но тебя там не было. Вы же родственники, возьмите друг у друга контактные данные». Линь Хуан мысленно проклинал Цинь Тинь Сина за его безрассудство, ведь тому не показалось странным, что ни у кого из них не было данных друг друга. «Это моя вина. В том году я сломала свое кольцо, потеряв при этом все контакты», — объяснилась Хун Джуан. Теперь Линь Хуан понял, что она притворяется его кузиной, и поскольку ей удалось обмануть и заместителей, это значит, что она добыла о нем информацию. Линь Хуан не спешил раскрывать ее личность, он хотел знать, зачем действительно она пришла в Белую столицу. «Мне пора в класс. Давай поговорим, когда освободимся», — закончил разговор Линь Хуан, поскольку время поджимало. Хоть у него и было к женщине множество вопросов, придется отложить их на потом. «Ты не возражаешь, если я посижу на твоем уроке?» Было очевидно, что Хун Джуан за эти несколько дней хорошо изучила правила колледжа. «Если тебе хочется, конечно, только пожалуйста, не насмехайся надо мной, если я буду не так хорош», — кивнул Линь Хуан. Еще не было даже 1.50, когда Линь Хуан привел Цинь Тинь Сина и Хун Джуан в класс с 2 до оклинка. Студенты уже были знакомы с Цинь Тинь Синим, поскольку он давно уже преподает в классе 1, а также всегда присутствует на уроках Линь Хуана. Однако, увидев Хун Джуан, им стало любопытно. Особенно оживились мальчики. Они не могли оторвать взгляда от ее стройного тела, а девочки сплетничали, строя догадки, является ли Хун Джуан девушкой Линь Хуана или же Цинь Тинь Сина или у них вообще любовный треугольник. Некоторые ученицы выдвигали и вовсе абсурдные теории. Это мисс Хун Джуан. Она преподавательница, которая на этой неделе стала нашей коллегой. Мисс Хун Джуан, кузина мистера Линь, добавил Цинь Тинь Син, прежде чем Линь Хуан успел закончить то, что говорил. Хун Джуан слегка улыбнулась, а Линь Хуан опешил. Услышав, что женщина, сестра Линь Хуана, многие ученики стали задавать ей вопросы о детстве Линь Хуана, поскольку урок еще не начался. Хун Джуан стала рассказывать истории, которых никогда не было. Например, о том, как Линь Хуан мочился в кровать до 11 лет, до 13 боялся жуков, а в 12 его избила малышка, сидящая с ним за одной партой. Не только ученики, даже Цинь Тинь Син был шокирован этими историями. Линь Хуан не ожидал, что Хун Джуан воспользуется своей поддельной личностью, чтобы рассказывать небылицы, но он не стал оправдываться, а лишь нахмурился, когда эти байки стали нелепее другой. Ладно, все по местам, урок начался. Линь Хуан хлопнул рукой по трибуне, когда часы пробили два. От внезапного удара та превратилась в пыли по классу, распространилась ужасная аура. Тишина наступила мгновенно. Глава 526 в пять часов вечера урок закончился, и ученики покинули класс, но Хун Джуан осталась сидеть на месте. Она не выглядела так, будто собиралась уходить. Ну что же, вам нужно наверстать упущенное, поскольку уже год прошел с тех пор, как вы виделись в последний раз. Я пойду первым, сказал Цинь Син, встал и ушел. Видя, как мужчина вышел, Линь Хуан бросил взгляд на дверь комнаты и немедленно закрыл ее телекинезом, после чего мрачно уставился на Хун Джуан. Ну что же, вышестоящее руководство Пурпурного Ворона, рискуя своей жизнью, запечатало боевой ранг для того, чтобы попасть в белую столицу. И каковы же твои намерения? Я тут ради тебя, конечно же. Глаза Хун Джуан засверкали, когда она ощутила возросшую за этот год самоуверенность Линь Хуана, а увидев его прогресс, да еще и навык телекинеза, она заинтересовалась в нем еще больше. Год назад он такого не умел. Правда, с самого первого дня я был зарегистрирован в колледже под своим настоящим именем, а это означает, что Пурпурный Ворон уже давно знает, что с 1го сентября я работаю тут. Сейчас, конец сентября, а ты пришла лишь спустя 2,5 месяца. Если ради меня, то ты была бы тут уже давно. Линь Хуан хорошо понимал, что она лжет. Я была занята последние 2 месяца, а как справилась, сразу пришла, продолжала улыбаться Хун Джуан. Где твой напарник? Он тоже утроился в этот колледж. Линь Хуан изменил тему, поскольку уже ничего не мог от нее добиться. Это моя личная миссия, зачем мне брать с собой напарника? Хун Джуан оставалась спокойной. Возможно, ты сможешь обмануть других, но не меня. Пурпурный Ворон отправляет двух людей, даже если это личное задание. Даже если твой напарник не присоединился, значит от где-то неподалеку. Линь Хуан отлично знал правила Пурпурного Ворона. На каждую миссию выделяется не меньше двух человек. А если миссия крупная, то выделили бы даже команду уровня Священного Пламени. Поэтому, даже при личном задании, компаньон все равно будет в той же цитадели. Что если я скажу тебе, что мы изменили правила партнерства? Ты мне поверишь? Ухмыльнулась она. Еще чего? Подумал Линь Хуан. Ладно, тогда я поставлю вопрос иначе. Если ты тут из-за меня, то что конкретно тебе нужно? Немного подумав, перефразировал свой вопрос Линь Хуан. Все просто. Мы хотим, чтобы ты к нам присоединился, развела руками Хун Джуан. Отказываюсь. Если это все, можешь уходить. Линь Хуан надеялся найти лазейку. Отказ не принимается. Если ты не присоединишься, я останусь в колледже и буду тебя доставать, пока ты не согласишься, подмигнула Хун Джуан. Твой боевой ранг сейчас запечатан, ты не боишься, что я убью тебя. Линь Хуан прищурился, начав испускать ужасную ауру. Как пожелаешь, но подумай о последствиях, взглянула она на Линь Хуана, а потом добавила. Тут столько счастливых, полных энергии деток. Ее угроза была очевидна, поэтому Линь Хуана-то звала ауру. Он отлично знал, на что способен пурпурный ворон. Если он убьет Хун Джуан, то все преподаватели и студенты могут быть похоронены вслед за ней. Линь Хуан понял, что угрозой была не Хун Джуан, а ее напарник, который где-то скрывался. Также в цитадели могут быть и другие команды, которые могут уничтожить Белую столицу. У Линь Хуана была мысль сообщить о ней мировому правительству или ассоциации охотников, но эта мысль не задержалась надолго в его голове. Он знал, что пурпурный ворон, как правило, отправлял на задание две, а то и три группы. Если деятельность первой была прервана, в дело вступала вторая, а в случае второй неудачи – третья. Бесполезно сообщать о Хун Джуан, ведь наверняка она была частью первой группы и если что-то пойдет не так, они немедленно отступят или будут заменены второй группой, которая где-то скрывается. К тому времени все может выйти из-под контроля, ведь Линь Хуан не знал, кто в других командах и не узнает, даже если они столкнутся лицом к лицу. На самом деле, мне даже нравится быть преподавателем. Я никогда не училась в колледже. И хоть я тут всего пару дней, я уже влюбилась в эту атмосферу, вдруг сказала Хун Джуан. Эти дети отличаются от тех, что в пурпурном вороне. Эти самоуверенные, глядя на них, я чувствую себя молодой. Странно слышать это именно от тебя, поддел ее Линь Хуан. Я не хочу мешать твоей работе тут, в белой столице, но если вы нацелены на колледж, то советую вам остановиться, иначе вы точно пожалеете. Я ведь ясно дала понять, что я тут из-за тебя, почему ты мне не веришь? Я ухожу ужинать, оборвал ее Линь Хуан. О, пошли, я тоже хочу кушать, немедленно встала Хун Джуан. Да как-то аппетит пропал, иди одна, я схожу в библиотеку. Беспомощно вздохнул Линь Хуан и направился к выходу. Да, я тоже передумала, пойду-ка в библиотеку, улыбнулась женщина Линь Хуану. Тогда иди, а я возвращаюсь в общежитие. Линь Хуан вышел из здания и повернул к жилому корпусу, Хун Джуан пошла за ним. Может ты перестанешь таскаться за мной? Библиотека в другой стороне. Линь Хуан остановился и показал рукой дорогу. Никто тебя не преследует, я тоже иду в общежитие. Нам просто по пути. Хун Джуан прошла несколько шагов вперед и остановилась. Ах да, мой домик как раз рядом с твоим. Я заставила твоего соседа съехать еще в среду, поэтому теперь твоя соседка, я. Я буду часто тебя навещать. Это женщина. Это были единственные слова, которые нашлись у Линь Хуана. Глава 527. Вместо того, чтобы вернуться в общежитие, Линь Хуан отправился на тренировочную площадку 101. Заперев двери, он сразу же позвонил мистеру Фу. Поскольку Хун Джуан был оттут, он не мог игнорировать угрозу, исходящую от пурпурного ворона. Мой дорогой ученик, у тебя какие-то проблемы? Мистер Фу довольно неплохо знал Линь Хуана и знал, что тот не станет просить о помощи, если сможет справиться сам. Им из-за приматы мистера Фу Линь Хуан потерял дар речи, но, оправившись, рассказала Хун Джуан. А, операция пурпурного ворона. Я немного об этом знаю. Они затеяли какую-то игру с мировым правительством. Тебе не нужно вмешиваться в это, ты все равно не сможешь ничего сделать, с улыбкой сказал мистер Фу. И не переживай, это не имеет ничего общего с колледжем. Хун Джуан, должно быть, воспользовалась набором учителей, чтобы попасть в белую столицу. Да интерес к тебе сыграл не самую последнюю роль. Эта девушка очень талантлива, если она тебе нравится, я мог бы переговорить с пурпурным вороном и свести вас вместе. Пожалуйста, не надо. Я не хочу. Энергично замахал руками Линь Хуан. Ладно, теперь серьезно. Хорошо, что ты ничего с ней не сделал, воспользовавшись тем, что ее боевой ранг запечатан. Сделай ты что-то, был бы уже мертв. У лидера ворона в 9 год дивизиона есть уникальный навык монстра, с помощью которого он может псевдо запечатать ранг. Сняв печать, ранг вернется к изначальному состоянию. С близкого расстояния даже полубог не заметит ее. В том году этот же способ использовали для того, чтобы бессмертные смогли попасть в хайтянь. Без этого навыка невозможно было бы отправить управленческий персонал в цитаделя класса, поскольку это очень рискованно. Снятие нормальной печати заняло бы несколько минут, и если бы персонал вошел в город с обычной печатью, они умерли как только их разоблачили бы. Услышав о псевдопечати, Линь Хуана прошиб холодный пот. Кроме того, Хун Джуан далеко не так проста, как тебе кажется. Она стала основным членом Пурпурного ворона в 7-м дивизионе. Я слышал, что штаб-квартира хочет обучить ее и сделать вороньим духом. Основной член и вороний дух Линь Хуана зациклила на этих словах. Когда он был в тренировочном лагере Пурпурного ворона, он узнал, что эти слова означают. В этой организации не было ни старейшин, ни руководителей. Основные члены относились к основной группе организации. Члены, которые хотят стать основой ветвью в своем дивизионе, должны быть как минимум уровня императора. Таковы стандарты. Большинство из них были 9го уровня бессмертия, но никого ранга ниже. Поскольку Хун Джуан сумела стать основным членом, это означает, что даже если она не уровня императора, то как минимум 9го уровня бессмертия, что дает ей возможность сражаться с императорами. Тем временем, вороний дух был сродни святому сыну в святых и деве в еретиках. Эти ранги были признаны наивысшими и находились на том же уровне, что и лидеры, только без власти последнего. Линь Хуан также получил немного информации от мистера Фу. Так вы хотите сказать, что в этой операции участвуют как минимум два основных члена уровня императора? Учитывая их обычно распределение, то будет еще как минимум 10 бессмертных и до сотни людей уровня священного пламени. Что они задумали? Не 2, а 4 и не знаю, что у них там по комплектации, покачал головой мистер Фу. Не втягивай себя в это. Просто притворись, что Хун Джуан тут нет и занимайся своими делами. Пока ты их не трогаешь, они ничего тебе не сделают. Со всей серьезностью предупредил его мистер Фу. Понял. Замолчал Линь Хуан и кивнул. Ах да, у меня кое-какие дела и я покину 7 краткой дивизион на несколько дней. Береги себя, пока меня не будет. Если бы я мог, я бы остался. В последнее время в 7-м дивизионе черти что творится. С твоими способностями, если ты кого-то случайно оскорбишь, ты труп. Особенно если говорить о какой-то крупной организации, как например это. Даже император мало что смог бы сделать, вздохнул мистер Фу. Повесив трубку, Линь Хуан впал в глубокие размышления. Мистер Фу непреклонно заявил, что это была игра между правительством и Пурпурным вороном и никакого отношения ни к самому Линь Хуану, ни к Колледжу она не имеет. Однако, мистер Фу отказался раскрыть намерения воронов, поскольку не хотел, чтобы Линь Хуан в это вмешивался. Ладно тогда, не думаю, что Колледжу что-то угрожает. Линь Хуан решил не зацикливаться на этом. Однако, он беспокоился, что если Пурпурный ворон узнает о Линь Синь, то они могут ей навредить, ведь Хун Джуан была сейчас в Колледже. Задумавшись об этом, Линь Хуан надел кольцо Есю и отправил сестре сообщение. В Колледже находится человек из Пурпурного ворона. Давай пока не будем контактировать. Не приходи в мой дом и притворись, что ты меня не знаешь, если вдруг мы пересечемся. Никому не говори об этом и после прочтения удали сообщение. Разве мы не обязаны сообщить Декану? Вскоре ответила Линь Синь, зная, что Есю – поддельная личность брата. Нет, я разберусь с этим, ответил Линь Хуан. Он знал, что чем больше он расскажет, тем больше будет переживать Линь Синь, и это принесет лишь ненужные неприятности. Линь Хуан ощутил облегчение, поскольку сестра больше ничего не стала писать. Закончив с этим и удалив сообщение, он продолжил тренироваться с клинком. В течение следующих двух-трех дней Линь Хуан полностью игнорировал Хун Джуан. Днем он находился в библиотеке, а ночью, как обычно, тренировался. Хун Джуан каждый день следовала за ним, куда бы он ни пошел, но Линь Хуан игнорировал ее существование, читая книги. К счастью, она всегда куда-то исчезала ночью, вероятно, чтобы заниматься делами пурпурного ворона, поэтому не мешала тренировкам Линь Хуана. «Твоя сестра прям как надзиратель», – прокомментировал Цинь Тинь Синь, заметив, что все эти дни они были вместе, что раздражало Линь Хуана. Этого не случилось, если бы Тинь Синь не привел ее в офис тогда. На четвертое утро Линь Хуан ощутил облегчение, когда не увидел Хун Джуан. Когда он добрался до столовой, Цинь Тинь Синь уже завтракал, и, увидев Линь Хуана, он помахал ему рукой. «Твоя сестра не с тобой?» – спросил он. «Нет, думаю, у нее появились дела», – Линь Хуан догадывался, что скоро начнется операция. «Ах да, есть новости о чистке, которую правительство провело в отношении святых». «Ты ведь просил держать тебя в курсе», – сказал Тинь Синь, пожевывая булочку. «Какие новости?» Линь Хуан немедленно поднял голову. В шесть часов утра было найдено укрытие первого и второго старейшины, прямо сейчас правительство проводит зачистку. Глава 528 и почему облава на святых совпала с операцией пурпурного ворона, задумался Линь Хуан, услышав слова Цинь Тинь Сина. «Хун Джуан сегодня нет, значит операция имеет отношение к святым. Чего они хотят?» Он может напасть на штаб-квартиру правительства, пока те на зачистке. В библиотеке Линь Хуан все думал о том, чем же занят пурпурный ворон. В 10.30 в своей голове он услышал голос Кайли. «Дело сделано». Ее фразы были короткими и четкими. Третья мутация и пробуждение родословной никак не повлияли на ее характер. «Я отзову вас двоих, если вы уверены, что все сделано», – спросил Линь Хуан. «Все сделано», – ответил Бай. Услышав ответ вампира, Линь Хуан отозвал монстров. Наконец ему удалось отвлечься от пурпурного ворона, но невидимое давление никуда не уходило. Это также заставляло Линь Хуана хотеть стать сильнее. Его раздражала мысль, что в любой момент его могут убить. Однако, он лишь недавно достиг уровня священного пламени и пламя в его теле было все еще нестабильно. Как минимум месяц он не сможет повышать уровни и придется искать альтернативы для улучшения своих способностей. После чего Линь Хуан взглянул на свои слоты навыков монстров. Из 20 были свободны еще 8. Помимо Ланселота и Грома, все остальные карты легендарного уровня, кроме темного щита, другие навыки были преобразованы. Также у меня остались лишь два могучих примата и два змея, их навыки я еще не извлекал. Поглядим, есть ли у них что-то полезное для меня. После чего Линь Хуан разложил перед собой 4 карты. Сверхчеловеческая сила и тело воина приматов классные навыки и неплохо укрепят мое тело. Ледяное пламя ледяного примата тоже неплохо, но не особо для меня полезно, а ледяная броня будет лишней, ведь у меня уже есть абсолютная защита и темный щит. Пламя змея темного полумесяца тоже неплохое, но не подходит моему стилю. После тщательного изучения он остался доволен навыками могучего примата. Было бы здорово, если бы он мог обладать большим количеством навыков монстров, однако, поскольку количество слотов ограничено, приходится избавляться от тех, что не приносит пользу. Лучше убирать ненужные вещи сразу, даже если они бесплатны. Помимо могучего примата, Линь Хуан отложил остальные карты и призвал Кайли. Чтобы избежать ненужного внимания, он велел Кайли отвезти его в изолированное пространство звездных зверей. Раньше там были одни луга, но теперь появились горы, реки и леса. Место полностью изменилось. Линь Хуан был ошеломлен такой переменой. «Это все ты сделала?» Спросил он у Кайли. «Теперь это мой маленький мир, я могу изменять его как захочу», кивнула она. В новеллах Линь Хуан читал о концепциях карманных измерений, но впервые стал этому свидетелем. После реконструкции пространства, этот мир выглядел точно так же, как и реальный, только вот существ тут не было. Стоп, что? Как раз тогда, когда Линь Хуан подумал о том, что тут нет других существ, кроме звездных зверей, он увидел гигантского монстра, который, казалось, убегал от хищника. Черный слон. «Мы с Баем притащили его сюда. Нашей армии нужна еда». Ответ Кайли был, как всегда, лаконичен. После короткой паузы она добавила, «Когда эта партия закончится, нужно будет найти больше еды». Линь Хуан понял, что он упустил из виду тот факт, что армия Кайли состояла из обычных монстров, которые не являлись картами. В отличие от Кайли, им для выживания нужна была еда. «Конечно, просто дай знать заранее. Я приведу вас куда вам нужно будет», — ответил Линь Хуан. «Хоть черный слон и огромен, в армии 300 монстров. Этого хватит всего на пару дней. Бай и Я принесли сюда 7 монстров священного пламени из метеоритной пустыни. Этого должно хватить на половину месяца», — ответила она. Удивительно было слышать, что она и Бай переловили всех монстров превосходного ранга в метеоритной пустыне. Теперь опасность этой зоны должна была упасть с умеренной до дикой зоны 4го уровня только потому, что армия Кайли нужна еда. Он не знал, стоит ли ему посмеяться над этим. Монстры, которых вы словили, должны быть как минимум фиолетового уровня, каков боевой ранг у звездных зверей сейчас. Они могут убить монстра фиолетового пламени, а не одного ранга со мной, все золотого пламени, и расти он будет вместе с моим. Они как клоны, ответ Кайли шокировал. Как раз когда она это сказала, пара монстров в серебряных доспехах пронеслась по небу и в одно мгновение догнала черного слона. Они выглядели в точности как Кайли до третьей мутации, отличаясь от нее лишь размером. Внезапно один из них бросил свое фиолетовое копье, которое, превратившись в молнию, насквозь пронзило огромный череп слона, толщиной в 50 метров. Тот мгновенно погиб, разбрызгав вокруг мозги и кровь. Когда судьи убили слона, они заметили Кайли и Линьхуана, поспешив к ним. Хозяин ангелы склонили головы, стоя в 10 метрах от Кайли. Не мешайте нам, занимайтесь своими делами, по-королевски махнула она рукой. Да, судьи сразу же ушли, забрав с собой тушу слона. Линьхуан сразу же ощутил мощь этих монстров, когда они подошли ближе. Армия была воистину мощная. Один нефилимский судья мог убить противника один го уровня бессмертия. Ощущение восторга прокатилось по телу Линьхуана, когда он подумал о трех сотнях монстров. Он стал на шаг ближе к своей мечте собрать целую армию. Вдруг Линьхуан вспомнил зачем просил Кайли привезти его сюда. Сяхэй, извлеки навык. Велел он, держа в руке карту могучего примата. Выполняю извлечение. Случайный выбор навыка завершен. Поздравляю, мастер получил навык тела воина. Глава 529. Поздравляю, мастер получил навык тела воина. Как только пришло уведомление, Линьхуан ощутил изменения. Это явно произошло из-за навыка тела воина, который он только что получил. Тщательно изучив свое тело, Линьхуан с удивлением обнаружил, что оно сродни непобедимому воину, что мистер Фу дал ранее. Когда он достиг превосходства, он считал, что повышение силы тела стало неэффективным, поэтому данный навык был желанным и превзошел все ожидания. Потрясающий навык. Удовлетворенно кивнул Линьхуан и взглянул на оставшиеся 7 слотов. Осталось только 7, но карт извлечения навыка у меня 12. Мало. Затем он посмотрел на подробное описание карты. Карта извлечения навыка. После активации мастер может случайным образом извлечь навык из карты монстра. Примечание 1. Извлечение исключит уже извлеченные навыки. Примечание 2. Можно использовать лишь раз для каждой карты монстра. Примечание 3. Извлечение не повлияет ни на какие навыки, которыми обладает карта монстра. Примечание 4. Убедительная просьба не использовать навык, если отсутствуют свободные слоты. Если это сделать, через 24 часа навык исчезнет, если слоты не появятся. Повторное извлечение для этой карты будет невозможным. Хм. Еще одно извлечение случайного навыка, но лишь один раз для каждой карты. Это значит, что если я хочу один какой-то конкретный навык, то если я его не получу в этот раз, больше возможностей не будет. Нахмурился Линь Хуан. Карта извлечения навыка, карта которую он всегда желал, ведь он хотел получить навыки некоторых карт монстров. Например, иммунитет к стихиям Чаркала, высший разум в Блоде, обман Гастли или прочие его духовные навыки. У меня так мало места, мысленно пробормотал Линь Хуан, глядя на оставшиеся 7 слотов. Нужно выбирать мудро. Первой картой, которую он достал, была карта Чаркала. Просматривая его навыки, он больше всего жаждал именно иммунитет к стихиям. Тот уже был продвинутого уровня и давал 99% снижения повреждений от стихийного урона. Помимо значительного увеличения способностей к выживанию, он также даст преимущество при сражении с противником, талантливым в стихийных атаках. Прям как когда он столкнулся с пламенным мечником, он не мог сражаться с ним в ближнем бою, поскольку мог сгореть. Однако, с навыком иммунитета к стихиям, это больше не будет проблемой. Все что останется сделать, нанести удар клинком. Естественно, кроме иммунитета отличным пополнением будет и драконий тайный навык, сила дракона и территория дракона. Линь Хуан будет счастлив получить любой из них. Поразмыслив немного, он раздавил карту извлечения навыков.